То касается того, насколько мощной и высокой температуры была эта атака, все три эксперта первого класса смогли прочувствовать ее на себе. В этот момент Лихуан, Джамулини и третий эксперт были совершенно ошеломлены. Причиной этому стало то, что в тот момент, когда покрытый греховным пламенем питомец атаковал, они поняли, что это была сила императора. Выражение лица Джамулини из-за разорванного духовного контракта явно изменилось, но это было ничто по сравнению с шоком в его сердце. Только что Джамулини думал, что они столкнулись с редким случаем встречи с участником второго класса, и хотел уничтожить его, чтобы расслабить нервы. Но реальность оказалась совершенно иной. Уничтожен был не его противник, а он сам. Перед лицом духовного питомца Ранга Император, его психическое состояние было далеко от расслабленного. Напротив, его разум вот-вот рухнет. В это трудно было поверить, слишком трудно. Даже Лихуан был ничуть неспокойней, чем Джамулини. Ведь Чучен из Духовного Дворца контролирует питомца Ранга Император. Даже его голубой затаившийся дракон, непобедимый среди монархов, не противник Императору. Однако, почему Император оказался в руках члена молодого поколения? Более того, он оказался в руках ничем не примечательного человека. Запечатанный грех сила атрибута Зверь, а атрибуты Царства Растений, по логике этого мира, доминируют над ним. Глава 704. Непревзойденный монарх Лихуан был самым сильным, под его контролем находятся четыре высших монарха. Джамулинь был намного слабее, чем Лихуан, и имел только двух питомцев монархов высшего класса. Остальные были монархами высокого класса. Что касается третьего, у него и вовсе не было высших монархов. Обычно, если общая сила дрессировщика на три ступени ниже, он едва ли может сражаться даже с пятью питомцами против одного. Однако разница между рангами Император и монарх не ограничена тремя ступенями. Императоры всегда обладают намного большей силой, поэтому потребуется как минимум 10 противников. У Лихуана не было питомцев с особыми способностями, подобных Зверю неистового льда Еценя. Муси не нужно защищать чуму и остальных, поэтому ей будет легко убить всех духовных питомцев этих троих. Пока Лихуан и остальные были потрясены мощью Муси, лиса провела еще одну атаку. На этот раз она выбрала масштабную технику. В разлитом по округе греховном пламени серебряное тело Муси внезапно исчезло. Сразу после этого вылетели девять длинных огненных драконов. Каждый из них был длиной в несколько сотен метров и, танцуя, они проносились над окрестностями башни мертвого лиса. Девять больших драконоподобных лисьих хвостов, каждой длиной более ста метров, дико плясали вокруг. Это была прекрасная, но шокирующая сцена. Эта масштабная техника была направлена исключительно на одного высшего монарха Джаамуленя и монархов высокого класса третьего эксперта. Три высоких и один высший монарх не смогли отреагировать. Девять танцующих драконьих хвостов охватили всю башню мертвого лиса и поглотили четырех питомцев. Лихуан и его напарники снова почувствовали себя так, словно им приснился кошмар. Широко открытыми глазами они были вынуждены смотреть, как четыре духовных питомца обращаются в пепел под девятью танцующими хвостами. Все три монарха высокого класса были питомцами третьего дрессировщика. В одно мгновение его душа получила три раны, отчего он словно подкошенный рухнул на землю и почти потерял сознание. Второй высший монарх Джаамуленя снова был мгновенно убит, и это стало последним ударом по его сознанию. Он ошеломлен на замер, и даже думать забыл о каком-либо бегстве. По сравнению с Джаамуленем и третьим дрессировщиком, реакция Лихуана была намного проворнее. Хоть он и был потрясен в своем сердце, и даже если ему было трудно в это поверить, Лихуан был уверен, что, несмотря ни на что, он не противник этому императору. Когда девять танцующих драконьих хвостов запылали грехом пламени, Лихуан отчаянно запрыгнул на спину своего голубого затаившегося дракона. Он воспользовался тем, что Мусе напала на его товарищей по команде и решил сбежать. «Быстро улетай, тупой дракон», — взревел Лихуан. Поскольку это был порабощенный питомец, каждый раз, когда Лихуан отдавал приказ, реакция голубого затаившегося дракона всегда была на полудара медленнее. Это вызывало у Лихуана гнев, тем более что сейчас был момент, очень важный для его собственной жизни, а этот глупый дракон продолжает тормозить. Голубое тело голубого затаившегося дракона подпрыгнуло на 20 метров вверх. Достигнув высшей точки, он расправил крылья. Его голубое тело едва успело пройти сквозь девять огромных лисьих хвосты, после чего, пошатываясь, устремилась к горизонту. Чуму увидел, как голубой затаившийся дракон неожиданно смог уклониться от атаки девяти хвостов Мусе, и был этим немного удивлен. Но разве может он позволить Лихуану так просто сесть на дракона и сбежать? Он проворно вскочил на спину Мусе. Мусе — в погоню. Он проигнорировал лежащих в ужасе на земле Джааму Линя и третьего эксперта, и приказал Мусе гнаться за врагом до самого горизонта. Мусе быстро отменила свою технику, и в то же время под ее лапами вспыхнуло греховное пламя. Она тут же побежала по воздуху. Техника ходьбы по воздуху Мусе не является настоящим полетом. Тем не менее, на короткий промежуток времени она может бежать по воздуху с той же взрывной скоростью, как если бы она была на земле. Таким образом, некоторые питомцы крылатого типа, решив положиться на свою способность полета, не смогут так просто убежать от преследования Мусе. Между высокими башнями по небу мчалась темно-красная, демоническая и элегантная фигура. Она двигалась с невероятной скоростью, словно бежала по земле, и стремительно приближалась к голубому затаившемуся дракону. Лихуан успел отозвать всех остальных питомцев. Увидев, что император Чучина преследует его, его лицо сразу побледнело, и он закричал на своего голубого затаившегося дракона. Чешуя на теле дракона засияла голубым блеском, собравшимся на его огромных крыльях. Эта энергия немедленно увеличила скорость полета, и он собрался быстро пройти мимо черных линий печати. О-о-о! Неожиданно из черной печати вырвался драконий рев, от которого задрожал черный горизонт. Этот рев был куда более сильным, чем у голубого затаившегося дракона. Более того, можно было почувствовать, что в нем было слишком много гнева. Он буквально выплеснул все свои эмоции в этом реве. Ху-ху-ху-ху-ху. Внезапно поднялись разрушительные серебристые порывы ветра, сила которых привела в движение черные тучи горизонта. Эта мощная сила ветра появилась из узоров печати. Это дракон ветряного потопа. Чуму поднял голову и посмотрел на черный узор печати над башнями. Из нее в этот момент вылетело существо, окруженное плотным разрушительным ветром. Эта серебристая фигура была не такой большой, как голубой затаившийся дракон, но скорость его полета поражал. Даже при том, что голубой затаившийся дракон использовал технику, которая увеличивала его скорость полета, он даже наполовину не был таким быстрым, как дракон ветряного потопа. Сам Чуму даже не смог четко разглядеть его фигуру. Он видел лишь как окруженный серебристым ветром силуэт яростно врезался в голубого затаившегося дракона. Буквально сразу же в небо ударил мощный циклон. Это было поистине ужасно. Дикая природа дракона ветряного потопа превосходила воображение Чуму. Это только что освобожденное существо словно нуждалось в том, чтобы выплеснуть весь накопленный гнев, и безжалостный голубой затаившийся дракон стал целью для этого. Полагаясь на свою несравненную скорость, дракон ветряного потопа продемонстрировал боевую силу, которая даже слегка шокировала Чуму. По сравнению с ним голубой затаившийся дракон казался неуклюжим, медлительным и бессильным, в то время как дракон ветряного потопа казался опытным, проворным и диким. В этой кровожадной битве он проявил элегантность и одухотворенность питомца, переполняемого силой атрибута ветер. Чуму прекратил погоню. Он приказал Мося остановиться на черной башне и смотреть на то, как дракон ветряного потопа яростно сражается с голубым затаившимся драконом. Убирайся, проваливай. Начал кричать сильно побледневший Лихуан. Изначально он думал, что, поскольку дракон ветряного потопа был запечатан на протяжении десятков лет, его боевая мощь будет далека от прошлого. Он думал, что сможет без труда справиться с ним. Он никак не ожидал, что сила дракона ветряного потопа превзойдет его ожидания. Оба дракона были высшими монархами и не имели себе равных даже среди драконов. Однако в этом воздушном бою его голубого затаившегося дракона настолько подавили, что у него не было возможности отомстить. Лихуан, я убью всех духовных питомцев, которых ты призовешь. Чуму не участвовал в схватке между двумя драконами. Однако, видя, что Лихуан собирается призвать других питомцев, Чуму сделал дружеское напоминание. Выражение лица Лихуана стало еще более неприглядным. Он просто понятия не имел, чего хочет этот молодой человек. Чучен, я никак не оскорблял и не враждовал с тобой. Зачем ты это делаешь? Может быть, ты хочешь стать врагом Духовного Альянса? Выкрикнул в сильном гневе Лихуан. Оставь своего голубого затаившегося дракона, и можешь проваливать. Холодно сказал Чуму. Чуму все еще помнил предупреждение старого Духовного Лекаря Де. Он не мог открыто пойти против Духовного Альянса. С одной стороны, несколько питомцев-информаторов кружили рядом с ними, оставаясь на безопасной дистанции. С другой стороны, Чуму не хотел тратить слишком много сил Мусе на Лихуана. В конце концов, его злейшим врагом была кукла-предательница. Если за прошедшее время использовала какой-нибудь специальный метод, и прорвалась на десятый ранг, у Мусе может не хватить боевой силы, и тогда она окажется в невыгодном положении. Старый Духовный Лекарь предупреждал. В противостоянии молодого поколения, пока он не убьет человека, старшее поколение не станет доставлять ему проблем. Если Лихуан будет сам искать его, то чего Чуму бояться? Лихуан, естественно, беспокоился о своей жизни. Он быстро спрыгнул со своего голубого скрытого дракона. О, голубой затаившийся дракон увидел, как Лихуан убегает, и тут же закричал. Прочь от меня. Когда Лихуан увидел, что голубой затаившийся дракон собирается последовать за ним, его охватила ярость. Лихуан понял, что целью Чуму был голубой затаившийся дракон. В таком случае, чтобы защитить себя, он не должен позволить дракону следовать за ним. Приземлившись на землю, Лихуан вызвал еще одного высшего монарха. Он не колебался ни секунды. Видя, что Чуму не преследует его, он поспешно оседлал своего монарха и позорно сбежал. О, увидев, как его хозяин сбегает, голубой затаившийся дракон горестно взревел. Хоть его сознание в свое время было омыто флюидом памяти, он давно следует за Лихуаном, и поэтому уже привык воспринимать его как хозяина. И теперь, когда его хозяин без оглядки уносит ноги, это стало сильным ударом по сердцу питомца. Оху. В тот момент, когда голубой затаившийся дракон отвлекся, атаки дракона ветряного потопа стали еще ужасающей. Коготь ветряного потопа, разрушительное дыхание ветра, метеор дракона ветра. На тело голубого затаившегося дракона обрушились различные мощные техники. Преимущество голубого затаившегося дракона заключается в его жизненных силах и защите. Однако, столкнувшись со всеми этим атаками, он не имел возможности оказать сопротивление, и упал на землю. В этот момент проявилась вся мощь дракона ветряного потопа. Наконец-то Чуму понял, что такой непобедимый монарх. Не будь на его стороне питомца императора, он бы не смог выстоять. Моссе, останови дракона ветряного потопа. Не дай ему убить голубого затаившегося дракона. Убедившись, что дракон ветряного потопа и не думает отступать, Чуму поспешно обратился к Моссе. Ву-ву-ву под ногами Моссе снова вспыхнуло пламя, и она взлетела с башни. Девять хвостов вылетели вперед, образовав пушистые серебристые облака, которые стали защитным барьером сбитого с ног голубого дракона. Девять нынешних хвостов унаследовали эффект девяти хвостов лисы Инферно. Их защита была даже выше, чем у ее собственного тела. Дождем обрушилась серия атак дракона ветряного потопа, но голубой затаившийся дракон, защищенный хвостами, не пострадал. Глава 705. Император кровавых зверей бессмертного города площадь Тиньсо снова появился питомец император Чучина. Ли Хуан и его команда не смогли оказать сопротивление. Джа Аму Линь уползает, пытаясь спасти свою жизнь, а один из пятерки сильнейших Ли Хуан отдал своего голубого затаившегося дракона и в страхе сбежал. После того, как эта новость достигла ушей почти 10 тысяч человек, разгорелись жаркие споры. Не только потому, что эксперт первого уровня Ли Хуан был побежден, но и потому, что появилось прямое доказательство, что питомец император принадлежит Чучину. Даже у Ли Хуана не было шанса дать отпор, кто вообще в первом классе способен остановить Чучина. С питомцем ранга император Чучин явно собрался пронестись через первый класс. Он действительно вознамерился забрать награду десятой сферы. Поначалу все были настроены скептически, но теперь люди верили, что этот молодой человек бросает вызов молодому поколению всего царства Тиньсо. Кстати говоря, кто вообще остановится на мелком соревновании финала второго класса, имея питомца ранга император? Естественно, он решил отправиться за наградой десятой сферы детенышем питомца ранга император. Ограничить этого парня нужно ограничить. С духовным питомцем ранга император он принял участие в битве за царство. Это нарушает все правила. Те, кто поддерживал чуму, фанатично болели за него, в то время как те, кто выступал против, не смели критиковать его, но начали выступать за то, чтобы организаторы битвы за царство ограничили его. Молодой человек с питомцем ранга император участвует в битве за царство. Это все равно, что в десятой сфере бесплатно подарить ему духовного питомца ранга император. То есть, если ничего не случится, у него будет два питомца ранга император. Даже лорды королевств, дворцов и обладатели титула 10 ранга могут иметь лишь одного питомца ранга император, а у Чучина будет два. Да как вообще можно допустить такое? А вот тут опять мастера королевств, дворцов, а до этого были лорды. Самое главное, этот человек был членом третьего класса. Это означает, что у него все еще есть шансы принять участие в следующей битве за царство. Если его не ограничить, он может заполучить трех духовных питомцев ранга император, и это если Чучин не получит императора своими силами. Он будет первым, кто заимет трех духовных питомцев ранга император до достижения 30 лет. При том, что формально у него сейчас два императора, похоже, организаторы действительно могут ограничить доступ Чучина к соревнованиям. Шанхэн беспомощно покачал головой. За все эти годы только принц духовного дворца смог шокировать организаторов соревнования достаточно сильно, чтобы его ограничили. Тем не менее, вскоре после этого духовный дворец получил еще одного ненормального молодого человека, которого ждет та же судьба. Старейшина Дэ, неужели Чучин будет отстранен от соревнований? Если это так, то не значил ли, что его посещение десятой сферы бессмысленно, и детеныша императора он в любом случае не получит? Спросила Тин Лань. Его точно ограничит. Тем не менее, это, скорее всего, произойдет на следующей битве за царство, через шесть лет. Награда этого года все еще будет в силе. У нас там есть старший. Если Чучин действительно получит последнюю наград десятой сферы, и они не захотят ее отдать, наш старейшина уйдет от них. Это хорошо. О, точно, как Ецин Цзы. Быстро спросила Тин Лань. Несколько дней назад ее отравили и отправили обратно. Все видели это и беспокоились за нее. Старейшина Дэ духовный лекарь, но он лишь покачал головой. Теперь все зависит от ее удачи. Под удачей он имел в виду то, сможет ли старейшина найти внутренний кристалл цветка священного стебля за 10 дней. Старейшина Дэ назначил огромную награду за внутренний кристалл исцеляющего питомца ранга император, но обычно поиски нужно начинать за несколько месяцев. 10 дней – это слишком мало. Бессмертный город. Башни мертвого леса. Черные тучи сейчас были отражением эмоций дракона Ветряного потопа. Сначала они быстро проносились по небу, отчего дракон Ветряного потопа был невероятно раздражителен. Теперь же черные тучи успокоились, степенно пролетая над бессмертным городом, и дракон Ветряного потопа тоже успокоился. Драконы обладают высоким интеллектом, к тому же они всегда трепетно относятся к кровному наследованию. Это означает, что они могут учуять унаследованную человеком кровь. После того, как духовный контракт между драконом Ветряного потопа и Чутиньманом был разорван, питомец потерял память, но не всю. Успокоившись, дракон Ветряного потопа почувствовал в чуму кровь его бывшего хозяина, и заключил, что чуму является потомком Чутиньмана. Хоть дракон Ветряного потопа был раздражен, он мог мыслить логически, отчего чуму почувствовал себя немного спокойнее. И все же каждый раз, когда он смотрел на тощее, почти сгнившее тело дракон Ветряного потопа, чуму чувствовал боль в сердце. В предыдущей битве, дракон Ветряного потопа использовал разрушительный ветер, поэтому чуму не смог различить его истинную форму. Теперь же он увидел истинный облик дракона. Дракон Ветряного потопа оказался не таким большим, как вид голубых затаившихся драконов. Его высота не достигала и 10 метров. От мощи этого питомца, известной по рассказам, в драконе не осталось и следа. Он целиком состоял из костей и кожи, его ветрообразное тело выглядело костлявым, словно у старика. Больше всего чуму поразила темная энергия, которая разъедала его тело. Она стала причиной гниения кожи дракона Ветряного потопа. В прошлом Чу Тиньман много раз говорила о красивой и могучей природе дракона Ветряного потопа, поэтому чуму всегда испытывал к этому виду питомцев особое уважение. И этот дракон Ветряного потопа сильно отличался от себя прежнего. И дело не в том, что Чу Тиньман преувеличивал, нет. Таково было влияние печати Башни Мертвого Леса, которая довела здоровое тело дракона Ветряного потопа до такой степени. И единственное, что можно было отметить по прошлому бою. За прошедшие десятилетия дракон Ветряного потопа не растерял своего боевого духа. Чуму – печать Башни Мертвого Леса из разряда карающих. Она пропитана темной энергией, которая медленно разъедает жизнь запечатанного существа. Обычно печати являются тюрьмами, поэтому запечатанные в них питомцы просто спят и не страдают вот так. Но эта печать словно яд замедленного действия, который кто-то намеренно установил для дракона Ветряного потопа. За 20 лет в ней дракон Ветряного потопа потерял бы всю жизненную силу и погиб, тихо сказала принцесса Цзиньжао. Чуму узнал от принцессы, что заточение дракона Ветряного потопа должно было продлиться 20 лет, а это значит, что после этого его должны были отпустить. И как Чуму мог не понять, что эта карающая печать была специально установлена, чтобы дракон Ветряного потопа умер прежде, чем его освободят. Тянь-Тин Чуму сжал кулаки, в его сердце росло негодование. Настанет день, когда он станет достаточно силен, и тогда Чуму без колебаний убьет лидера четырех председателей. Чуму глубоко вздохнул и погладил костлявое тело дракона. По какой-то неведомой причине, видя, как питомец Чу Тиньмана дошел до столь жалкого состояния, у Чуму возникло ощущение, словно он лицезрел позорное падение своего отца, от чего его сердце заболело еще сильнее. Хунг-Хунг-Хунг. Внезапно земля бессмертного города задрожала. Подняв головы, Чуму и Цзиньжао стали свидетелями куда более страшной сцены. Мгновенная перемена. Над каким-то районом бессмертного города появился кровавый свет, продравшийся сквозь тучи, и напитавший этот участок неба кроваво-красным. Даже Чуму и принцесса Цзиньжао, которые были довольно далеко, почувствовали, как от вида этой сцены задрожали их души. Насколько же мощна должна быть энергия, чтобы породить настолько сильный кровавый свет, чтобы озарить пол неба. Чуму это я думаю это это со стороны алтаря кровавого неба. Спустя долгое время произнесла Цзиньжао, она была сильно ошеломлена. Чуму и принцесса Цзиньжао чувствовали, как дрожит поверхность бессмертного города. Сначала они не понимали, но когда этот кровавый свет превратился в луч, они, наконец, поняли, что это сигнал появления существа огромной силы. Хуалала. Внезапно, пронзив кровавый свет, вниз ударила пурпурная молния. Разрывающий небо свет выглядел невероятно сильным и плотным. Будь они ближе, это, скорее всего, было бы более шокирующим. Это эта небесная молния пятого ранга, и эта продвинутая небесная молния, принцесса Цзиньжао был шокирована, но все смогла дать правильную оценку. Чуму также был удивлен. Он понятия не имел, что в бессмертном городе будет такое могущественное существо. Хоть обе энергии появились лишь на мгновение, шок, который они вызвали в сердце каждого увидевшего их, было трудно описать. Не только Чуму и принцесса Цзиньжао, каждый участник первого и второго класса в бессмертном городе были шокированы этой мощной энергией. Только спустя некоторое время принцесса Цзиньжао постепенно пришла в себя. Она специально посмотрела на Чуму, который все еще смотрел в небо, не зная, сказать это или нет. Чуму, наконец, принцесса Цзиньжао открыла рот. Чуму опомнился и посмотрел на нее. Во всем царстве Цзиньжа, единственный питомец, способный контролировать небесную молнию 5 ранга, это фея Император Небесной Молнии, принцесса специально прервалась и посмотрела на Чуму. Видя, что он озадачен, она заколебалась, но решила продолжить. И только один человек владеет феей Императором Небесной Молнии. Чуму был очень сообразительным, поэтому быстро догадался, что имеет в виду принцесса. Ты хочешь сказать, что питомец, выпустивший свет, это питомец Тянь-Тина? Спросил Чуму. Да, у Тянь-Тина есть Император Высокого Ранга, который также является его главным питомцем. Тихо сказала принцесса Цзиньжао. Из четырех председателей города Тинься, кроме короля, лишь у Тянь-Тина из Духовного Альянса есть настолько мощная сила. Молния, которая атаковала Кровавый Свет, была использована феей Императором Небесной Молнии. Император Высокого Класса рассеянно повторил Чуму. По словам Старого Ли, Мося является Императором Низкого Класса. Между Низким и Высоким Классами Императоров лежит огромная разница. Ну, а самое главное, у Тянь-Тина наверняка не только один Высокий Император. Есть предположение, что через десять лет Тянь-Тин перестанет развиваться. Думаю, через десять лет убить его тебе будет так же легко, как махнуть рукой. Произнесла принцесса. Принцесса Цзинь-Жау была очень оптимистична в отношении будущего Чуму. С одной стороны, у него постоянно эволюционирующая Мося. С другой стороны, Чуму и сам стал экспертом, к которому принцесса испытывает уважение. Чуму уже перешагнул через границу ранга Императоров, чего не могут добиться бесчисленные дрессировщики. До тридцать лет у него еще полно возможностей для развития. По скромным подсчетам принцессы, через десять лет Чуму наверняка сможет убить одного из четырех лидеров города Тиньса. Десять лет пробормотал Чуму. Он не думал, что ему понадобится столько времени. Не только из-за полу дьявола, просто Чуму верит, что не пройдет и десяти лет, прежде чем его главный питомец разовьется до высокого класса Императора, да и остальные его питомцы не сильно отстанут. И когда наступит время, Чуму поможет своему отцу и дракону Ветряного потопа получить заслуженную месть. И снова я, да, больно часто приходится обращаться к вам, у меня пригорает. Начну с того, что в этой главе моих любимых председателей называют по-простому, лидерами. Ха, в копилочку. Также в этой главе говорится, что битва за царство проходит раз в шесть лет. Не совсем уверен на этот счет, ибо у меня было чувство, что проходит она раз в четыре года. Но оставил как есть. Насчет феи Императора Небесной Молнии. Тут имя питомца не окончательное, ибо в этой же главе его назвали и Демоном Императором Небесной Молнии. По факту, возможно и то, и другое, и все вместе, Башня Мертвого Леса это подтверждает, поэтому будем смотреть по сюжету. Глава 706. Родословная Императора, часть 1, Дракон Ветреного Потопа не понял, что молния принадлежала питомцу Тянтина. Если бы он узнал, что Тянтин сейчас в бессмертном городе, с его-то гордым характером Дракон Ветреного Потопа тут же бросился к нему, даже спустя 10 лет, даже зная, что он не ровня Тянтину. У Чуму с собой было много лекарств, так что он бросил размышлять о своем, и начал лечить раны Дракон Ветреного Потопа и Голубого Затаившегося Дракона. Дракон Ветреного Потопа был сговорчив и в один укус проглатывал все, что давал ему Чуму. Он был явно сильно голоден, и съел огромную кучу духовных ядер и кристаллов, на сумму в 10 миллионов золотых. Драконы всегда славились своим большим аппетитом. Хорошо, что Чуму относительно богат, иначе бы трата почти 10 миллионов золотых на еду стала бы болезненным ударом. Конечно, Дракон Ветреного Потопа съел так много лишь потому, что его надолго запечатали без энергии. Обычно его аппетит не настолько огромен. Голубой Затаившийся Дракон лежал на земле, на его теле было очень много ран. Сейчас он совершенно отличался от себя прежнего, когда его живого и сильного выпустили в бой. Дракон выглядел так, словно собирается испустить дух. Понятно, что побег Лихуана и разрыв духовного контракта стали для него сильнейшим ударом. Лихуан не мог позволить Голубому Затаившемуся Дракону и дальше занимать одну из его душ, поэтому вскоре после побега он произнес заклинание и разорвал с питомцем духовный контракт. Чуму не хотел, чтобы Голубой Затаившийся Дракон имел какое-либо отношение к Лихуану, поэтому он сказал Дракону, чтобы тот также разорвал контракт. После того, как это было совершено, взгляд Дракона остался пустым, а его выражение печальным. Очевидно, Голубой Дракон больше не понимал, кто он и ради чего стоит жить. Он успел стать рабом телом и душой. После потери духовного контракта его желание жить больше ничего не поддерживало. О, Дракон Ветряного Потопа увидел жалкий взгляд Голубого Дракона и сердито на него зарычал. Он словно говорил этому питомцу, вот я, был 10 лет запечатан, и все же выжил, так почему же ты, могучий и здоровый Затаившийся Дракон, выглядишь так жалко, это позор для вида Драконов. Чуму это результат действия флюида памяти. Для лишенного памяти Голубого Затаившегося Дракона потеря статуса раба означает потерю волю к жизни, сказала принцесса Цзиньжау. В жилах Чуму до сих пор течет священная кровь нефритового источника. Смотреть на этого Дракона для него было все равно, что смотреть на собственный вид. Чуму стоял рядом с головой Голубого Затаившегося Дракона, нежно потирая его рога. В этом питомце он видел Небесного Голубого Затаившегося Дракона. Небесный Голубой Затаившийся Дракон был гордым существом, память которого была уничтожена флюидом памяти. В самый неподходящий момент он даже превратился в маленького Голубого Жука, которого и питомцем назвать было нельзя. Беззащитный он нуждался в защите такого же слабого Чуму. Тогда Чуму помнил его именно как маленького Голубого Жука. Все было так просто, он лишь ел и спал, и все же оставался с Чуму, который был добр к нему. В те моменты он был не поражающим весь мир Небесным Голубым Затаившимся Драконом. Просто маленькое слабое существо, лишившееся своей памяти. Чуму надеется, что Небесному Дракону удастся постепенно восстановить свои воспоминания после всех тех бед, через которые ему пришлось пройти. Небесный Голубой Затаившийся Дракон был порабощен Духовным Альянсом, и та же участь постигла его детей. Поэтому сейчас, когда Небесный Голубой Затаившийся Дракон смог освободиться, Чуму надеется, что его дети смогут сбежать из лап Духовного Альянса. Но Голубой Затаившийся Дракон не так устойчив, как Небесный. У него нет никакой решимости возвращаться свои воспоминания. Флюид памяти смыл всего воспоминания, что эквивалентно очищению его души. Единственно, на что способен этот Голубой Затаившийся Дракон, быть рабом, двигающимся механически. Потеряв это, он потерял и смысл жизни. Он должен был подтвердить легенду о Затаившихся Драконах, но не смог, и пал так низко. О, взревел Дракон Ветреного Потопа. Дракон Ветреного Потопа был точной противоположностью Голубому Затаившемуся Дракону. После десятилетия заточения его переполняло страсть и влечение к вновь обретенной свободной жизни. Он схватил Голубого Затаившегося Дракона за рога, и обратился к нему на своем, драконьем языке. Их разговор Чуму понимал весьма смутно. Дракон Ветреного Потопа говорил Голубому Дракону не печалиться, потому что теперь они могут отправиться на поиски дома Драконов. Драконик Рай. Когда был упомянут Драконик Рай, Голубой Затаившийся Дракон, наконец, слабо поднял голову. Его голубые глаза на мгновение пришли в движение, но затем он вновь уронил голову, словно даже не вспомнив, что такое Драконик Рай. О, Дракон Ветреного Потопа взъярился. Он никогда еще не встречал настолько безмозглого Дракона, отчего в ярость ударил лапой по голове Голубого Дракона. В этот удар он вложил свою реальную силу. Голова Голубого Затаившегося Дракона ушла глубоко в землю. Чуму уже хотел вмешаться и остановить их, но заметил, что Голубой Затаившийся Дракон никак не отреагировал, просто тихо вытащил голову из земли и равнодушно закрыл глаза. Его тело было изранено, но подавленный Голубой Дракон даже не хотел заняться их восстановлением, продолжая истекать кровью. Голубой Затаившийся Дракон не принимал лечения. Если он продолжит и дальше терять так кровь, то неважно насколько сильно его тело, он, в итоге, умрет. И очевидно, именно этого и хотел Голубой Затаившийся Дракон. Он хотел лежать и ждать, пока его тело не покинет жизнь. Чуму дал Лихуану выбор. Если бы он не отпустил Голубого Затаившегося Дракона, чуму бы дал ему идти. Но тогда оба, и Лихуан, и Голубой Затаившийся Дракон, стали бы его врагами, и при следующей их встрече чуму точно убил бы их. Сейчас же было видно, что, хоть Лихуан и оказался бессердечным, этот Голубой Затаившийся Дракон с промытыми мозгами потерял свою душу, что сделало его беспомощным, даже если Лихуан отменил контракт. Чуму был вынужден выбрать последний вариант. Хоть у него было тысячи причин не желать этого, чуму понимал, что Голубой Затаившийся Дракон, тело, лишенной души, остался бы слугой Духовного Альянса, и стал бы его врагом. Конечно, чуму не должен был делать это сам. У Голубого Затаившийся Дракон нет желания жить, он хочет покончить с собой таким вот образом. На самом деле, чуму считал, что лекарство тут лишь довесок, потому что Голубой Затаившийся Дракон отказался даже от своих собственных исцеляющих способностей, и явно был готов умереть. Чуму, давай уйдем. Принцесса Цзиньжау поняла решение Голубого Дракона, и тихо попросила чуму. Принцесса догадывалась, что чуму имеет отношение к Небесному Голубому Затаившемуся Дракону. В конце концов, ему принадлежит эволюционирующий питомец. Чуму помедлил, открыл свое кольцо и положил перед Голубым Затаившимся Драконом лекарство, сказав, «Я останусь в бессмертном городе еще на несколько дней. Если ты передумаешь, и захочешь отправиться на поиски драконьего края с драконом Ветряного Потопа, съешь это лекарство, и найди нас». После этого он подошел к принцессе. Взглянув на нее, он вздохнул. «Как думаешь, я правильно поступил?» Естественно, девушка понимала, что чуму говорит о том, что заставил Лихуана разорвать духовный контракт, и это стало причиной потери воли к жизни со стороны Голубого Затаившегося Дракона. Теперь это его собственное решение. Все, что ответила она. На самом деле ей было трудно прокомментировать эту ситуацию. Чуму кивнул, и больше ничего не сказал. Взглянув на Голубого Затаившегося Дракона в последний раз, он сказал Дракону Ветряного Потопа. «Идем». Раны Дракона Ветряного Потопа быстро зажили, и он снова выглядел полным энергии, встав перед чуму. Ша-ша-ша, чуму уже собрался уходить, когда Голубой Затаившийся Дракон вдруг издал особый звук. «Ты передумал?» Сердце чуму подпрыгнуло, и он быстро обернулся. Голубой Затаившийся Дракон покачал головой, но встал. Его массивный коготь медленно вытянулся, указывая на пальцы правой руки чуму. Ша-ша-ша-ша. В голубых глазах Дракона читалось едва заметное волнение. «Пространственное кольцо?» Спросил чуму. Голубой Затаившийся Дракон кивнул. «Тебе нужно что-то, что находится в моем кольце?» Снова спросил чуму, и получил в ответ еще один кивок. Пространство кольца чуму было разделено на две основные категории. Духовные ядра и духовные кристаллы. Они занимали много места, потому что это была пища его питомцев. Далее шли простые и качественные лекарства, которые были необходимы в любых выходах в дикую природу. Затем шли дорогие предметы, слезы монумента, и яйцо голубого дракона. Яйцо голубого Затаившегося Дракона. В долю секунды чуму все понял. Яйцо голубого Затаившегося Дракона несколько лет было в его кольце, и чуму почти забыл о нем. После того, как небесный голубой Затаившийся Дракон производит яйцо, оно вылупляется в течение года. Но яйцо дракона в руках чуму было невероятно упрямым. Чуму быстро подсчитал и понял, что прошло целых три года. Чуму тут же вынул яйцо и положил его перед голубым Затаившимся Драконом. Голубой Дракон опустил голову и уставился на яйцо своими голубыми глазами. Через некоторое время они внезапно наполнились слезами. Одинокая капля упала с измученной временем морды Дракона на яйцо голубого Дракона. Действия Дракона вызвали дрожь в сердце чуму. Похоже, не важно, промыты мозги или нет, самые фундаментальные инстинкты жизни не могут быть уничтожены. По крайней мере, этот голубой Затаившийся Дракон все еще чувствует инстинкт размножения, кормления и защиты. Внезапно голубой Затаившийся Дракон засветился зеленым. Это сияние было невероятно ярким, осветив всю темную округу. Зеленый свет постоянно менялся, медленно демонстрируя переход от темноты к свету, а затем обратно к темноте, которая лишь подчеркивала цвет яйца голубого Затаившегося Дракона. И чуму был удивлен, ведь жизненная сила голубого Затаившегося Дракона, изначально очень слабая, внезапно наполнилась силой. И эта сила способна заставить маленькую жизнь внутри яйца выйти наружу. Детеныш голубого Затаившегося Дракона наконец-то родился. С трепетом в сердце чуму был взбудоражен. Чуму унаследовал священную кровь нефритового источника. И это наследие может дать голубому Затаившемуся Дракону нужный толчок к развитию. Сам по себе голубой Затаившийся Дракон Монарх Высокого Класса. После получения священной крови нефритового источника, взятого из истинной крови Небесного Голубого Затаившегося Дракона, он может достичь ранга Император, или даже унаследовать истинную родословную Небесного Голубого Затаившегося Дракона. Это означает, что сейчас родится еще один Император. Глава 707. Родословная Императора, часть 2, после долгого времени ожидания рождения маленького Голубого Затаившегося Дракона, чуму почти забыл о нем. Он никак не ожидал, что потерявший душу Голубой Затаившийся Дракон вдруг пробудет этого малыша. Он никогда ранее не видел, как это происходит. Любой фракции достаточно одного питомца Императора, чтобы стать гегемоном в своем регионе. Эта фракция заимеет высшей властью в регионе духовных питомцев. В памяти чуму еще свежо, как в городе ли старый лорд королевства ли запугивал всех. Все потому, что у него был псевдоимператор, красный галактический демон Император. Теперь, когда Мося стала Императором, станет намного легче добыть редкие ресурсы для остальных духовных питомцев, что значительно упростит их развитие. Добавив к этому маленького Голубого Затаившегося Дракона, даже если потребуется какое-то время для того, чтобы он развился до 10 ранга, это всего лишь вопрос времени. При наличии любого духовного питомца, развившегося до 10 ранга и духовные силы которого будут относительно высокими, на развитие нового питомца потребуется вдвое меньше времени. Если добавить более высокоранговые духовные предметы, то при удачном стечении обстоятельств на достижение 10 ранга может уйти всего несколько лет. Более того, по мере своего развития видовой ранг маленького Голубого Затаившегося Дракона не останется на своем изначальном уровне. Чуму определенно задумается о различных методах его усиления. Возможно, через 5 или 6 лет у Чуму будет Император Среднего или даже Высокого класса. В этом возрасте он все еще будет иметь право на участие в первом классе Битвы за Царство. Если в первом классе он доминирует с псевдоимператором, то что будет с Императором Высокого класса? Когда придет время, нужно ли вообще Чуму участвовать в битве за Царство? Он может просто взять Трон Царства. Даже если получить Трон Царства не получится, он, вероятно, без труда сможет получить одно из кресел председателя, или должность старейшины Духовного Дворца или Дворца Кошмара. Ша-ша-ша-ша, пока сердце Чуму переполняли эмоции, голос голубого затаившегося дракона привел его в чувство. Взгляд Чуму упал на голубого затаившегося дракона, чтобы с ужасом понять, что огромное тело питомца медленно увядает и разлагается. Чуму был ошеломлен и поспешно схватил дракона за рога. Жизненная сила голубого затаившегося дракона быстро таяла. Однако происходило это весьма специфично. Его окутал голубой свет, после чего на землю посыпалась голубая драконья чешуя. Высокое, могучее тело медленно разлагалось в этом свете, обращаясь во множество источников жизненной энергии, которые медленно проникали в яйцо голубого затаившегося дракона. Это, увидев, как у дракона стремительно убывает жизненная сила, у Чуму защемило сердце. Очевидно, голубой затаившийся дракон разлагался. Разложение – это уникальная техника смерти у вида затаившихся драконов. Этот вид драконов называют бессмертными, потому что смерть от старости у них находится под запретом. Поэтому, когда их жизненная сила подходит к концу, они начинают разлагать свое собственное тело, а оставшуюся жизненную силу выпускают в небо. Сейчас голубой затаившийся дракон разлагается. Но он не стал выпускать в пустоту свою жизнь, а в виде энергии передал ее в яйцо голубого затаившегося дракона Чуму. Этой особенной техникой он помогал вылупиться новому живому существу. Чум узнал, что голубой затаившийся дракон находится перед лицом смерти. Сначала он хотел остановить его, но снова раздалось знакомое ша-ша-ша. Голубой свет был сказочно прекрасен, словно во сне. Плотная аура жизни создала сияющие точки света, которые напоминали группу самых примитивных форм жизни, зашумевших среди лучей света. Голубое тело дракона медленно разлагалось в свете. Его последними словами Чуму стали заверения, что для него это лучший способ освободиться. Для многих форм жизни старение, смерть, перерождение, рост, эволюция, созревание, расцвет и затем снова старение были циклом реинкарнации. Для голубого затаившегося дракона это была его уникальная судьба. Однако это не полный круг, потому что спустя бесчисленные поколения существо будет постоянно адаптироваться к выживанию и станет еще сильнее. Голубой затаившийся дракон передавал свою молодую жизненную силу маленькому голубому затаившемуся дракону. Она закончится, но даст возможность родиться еще более сильному существу. Действительно, это был лучший конец для потерявшего душу голубого затаившегося дракона. Это лучший способ освободить себя от этой жизни. Чуму смотрел, как голубой затаившийся дракон покидает их. В своем сердце он снова испытал глубокое почтение к виду затаившихся драконов. Наконец голубой затаившийся дракон исчез, а голубой свет постепенно потускнел. Гудун-дун-дун словно в продолжении его жизни, как только голубой затаившийся дракон исчез, яйцо начало дрожать. Оно словно спешило вылупиться. Гадзи внезапно на весьма прочной скорлупе яйца появилась трещина. Гадзи-гадзи трещины начали расползаться от верха к низу до дна. Постепенно число их росло, а сами трещины становились крупней. Ша-ша-ша. Раздался тонкий, явно детский крик. Малыш явно не мог пробить скорлупу изнутри, и изнывал от негодования, продолжая биться о стенки. Чуму взволнованно протянул руку, чтобы помочь малышу выбраться наружу. О! Внезапно дракон ветряного потопа вытянул когти, остановив чуму. Дракон ветряного потопа сказал чуму, что яйцо становится первым испытанием для молодого дракона при появлении на свет. Даже если он задохнется внутри драконьего яйца, он ничего не сможет с этим поделать. Если ему не удастся пройти первое испытание на выживание, то он не сможет выжить в этом мире, где сильные поедают слабых. Чуму кивнул и не стал помогать. Ша-ша-ша. Маленький дракон, казалось, разозлился. Его удары становились все чаще и сильнее. Наконец, появилась еще большая трещина, и маленький голубой дракон сумел найти ли воспользоваться этим слабым местом. Наружу вылез маленький, милый коготок. Ша-ша внезапно раздался рев, и очень крепкое драконье яйцо, наконец, было разломано. О! Дракон ветряного потопа явно оказался потрясен этим, и издал низкий рев. По его реакции можно было видеть, что его удивило, что этот малыш смог взреветь как настоящий дракон в момент своего рождения, несмотря на то, что он еще совсем дитя. Когда яйцо сломалось, из него появилась маленькая, округленная, блестящая головка голубого цвета. Его крохотные глаза, сияя звездным светом, с любопытством, замешательством и малой долей хитринки осмотрелись. Совершенно ясно, что этот малыш очень сообразителен, но обладает озорным характером. Малыш-голубой затаившийся дракон формы тела напоминал насекомое, и имел сходство с небесным голубым затаившимся драконом, когда Чуму впервые повстречался с ним. Но у этого маленького дракончика были маленькие передние и задние лапы, а на спине два выступающих горба, которые, очевидно, были зарождающимися крыльями. Глаза маленького дракона метались туда-сюда, пока, наконец, не остановились на Чуму. Он воззвал к Чуму с очень взволнованным и зависимым видом. Маленький голубой затаившийся дракон учуял Ауру Чуму. Он несколько лет пробыл в пространственном кольце парня, к тому же по жилам Чуму течет кровь небесного голубого затаившегося дракона. Естественно, что он узнал его. Наблюдая за рождением малыша, Чуму понял, почему, несмотря на множество телесных и душевных ран, небесный голубой затаившийся дракон так упорно старался выжить. Небесный голубой затаившийся дракон определенно понимал, что рождение его дитя принесет столько духовного утешения и счастья, что они перевесят все трудности, через которые ему пришлось пройти. В уголках глаз Чуму блеснули слезы. Он плакал не только из-за рождения маленького голубого затаившегося дракона, но и потому, что был тронут и восхищен жизнью этого вида. Чуму не мог выразить свои эмоции словами. Он просто стоял и с улыбкой смотрел на то, как маленький голубой дракон грызет остатки из корлупы. Это была первая еда малыша. Насытившись, он поднял голову и уставился на Чуму. Изо рта у него вырвалась тихая ша-ша-ша. Чуму улыбнулся, понимая, что этот малыш ведет себя как избалованный ребенок. Протянув ладонь, он позволил маленькому дракончику взобраться на руку. Малыш-голубой дракон быстро взобрался на ладонь. Он был довольно проворен и чем-то напоминал небесного голубого затаившегося дракона, когда тот был в форме жука. Ловко вскарабкавшись на плечо Чуму, он развернулся всем телом, довольно толстым и пухлым. Его живой вид заставил Чуму подумать о потерявшем память голубом затаившемся драконе. После того, как малыш устроился, он с огромным любопытством стал рассматривать Мусе, дракона ветряного потопа и принцессу Цзиньжау. Он не боялся незнакомцев. Глаза стоящие рядом принцессы окутала пелена. Она протянула руку и легонько погладила блестящую головку маленького дракона. В ее взгляде читалась улыбка. Женщины от природы более эмоциональны, чем мужчины. Чуму, как мужчина, не смог сдержать слез. Принцессу Цзиньжау это затронуло еще больше. О-о-о, дракон ветряного потопа быстро заметил внимание маленького дракона, широко открытыми круглыми глазами наблюдающего за ним. Поэтому питомец тут же напустил на себя вид мудрого старейшины, и издал серию звуков в сторону маленького дракона. Он велел малышу хорошо есть и спать, чтобы в будущем стать могущественным и непобедимым. Ву-ву-ву, Мосси тем временем находилась на другом плечи чуму. С озорством в очаровательных глазах она своими хвостами дразнила маленького голубого затаившегося дракона. Малыш оказался не менее озорным. Он не просто сидел на плечи чуму. Увидев мелькающее вокруг пушистое нечто, он быстро подскочил и попытался схватиться когтями за маленькие хвосты Мосси. Но прыгнуть далеко у него не получилось, и малыш не сумел ухватиться за хвост Мосси. Он упал с плеча. Мосси поняла, что зашла слишком далеко, и поспешно подхватила малыша хвостом, не давая ему упасть и пораниться. Ша-ша-ша-ша маленький дракон совершенно не замечал опасности. Вместо этого он гордо ухватился за маленькие хвостики. Мосси издал несколько детских выкриков, словно наслаждаясь убаюкиванием хвостами. Ву-ву, Мосси угнетенно покачала хвостами. Она адская леса, монарх семи грехов. Могущественная лесоранга император. И все же сейчас, играясь и дразня маленького голубого дракона, на ее мордочке невольно проступило заботливое и мягкое выражение. Глава 708. Вода вечной весны малыш-голубой дракон едва родился, поэтому его ментальная энергия была весьма мала. Он продолжал прыгать и ползать, пока не устал, а после заснул на плече чуму. Понимая, что малышу небезопасно спать на его плече, чуму быстро поместил его в кольцо захвата питомцев. Малыш-голубой затаившийся дракон еще слишком мал. Им придется подождать, пока он немного не созреет для того, чтобы заключить духовный контракт. Поэтому чуму оставалось лишь временно поместить его в свое кольцо захвата питомцев. Внутреннее пространство этого предмета весьма безопасно и уютно. Маленький император спал, лежа на спине. Для него пространство кольца было словно огромная кровать, на которой он мог ворочаться, как ему заблагорассудится. Проснувшись, малыш-голубой дракон, вероятно, достигнет первого уровня первого ранга. Затем чуму придется медленно развивать его. Через несколько лет маленький голубой затаившийся дракон наверняка станет куда более сильным и властным, чем голубой затаившийся дракон из Городали и приблизится к рангу небесного голубого затаившегося дракона, а то и превзойдет его. Точно, чуму, в бессмертном городе есть особый духовный предмет. Цзиньжау внезапно о чем-то вспомнила и обратилась к чуму. Хэм, чуму поднял брови. Если даже богатая принцесса заговорила об этом, то значит это нечто совсем непростое. Вода вечной весны, сказала принцесса Цзиньжау. Об этом предмете она узнала в результате случайного стечения обстоятельств. И если бы не увидела маленького голубого затаившегося дракона, то и не вспомнила бы о нем. Вода вечной весны способна увеличить рост питомца в пять раз. Другими словами, существу, которому для достижения 10 ранга изначально требовалось 10 лет, понадобится всего два года. Она эффективна даже на питомцах-императорах. Продолжила принцесса Цзиньжау. Глаза чуму загорелись, и он взволнованно сказал. Значит, здесь есть еще одно сокровище. Пятикратная скорость развития практически бесценные сокровища для любого дрессировщика, который недавно получил нового мощного питомца. Если он отдаст его маленькому голубому дракону, то за один-два года получить императора 10 ранга. Этот предмет самая ценная вещь бессмертного города, его ценность не меньше, чем у детеныша питомца ранга император. Однако никто не знает, где находится вода вечной весны, даже четыре председателя. Вероятно, единственный человек, который знает об этом, это король Лихун, сказала принцесса Цзиньжау. Слова принцессы неожиданно помогли чуму понять, чего хочет предательница. Благодаря острому и быстрому уму чуму смог связать эти два, казалось бы, несущественных фактов воедино, а затем выдвинуть гипотезу. Информация о воде вечной весны натолкнула чуму на мысль, что это и есть истинная цель предательницы. Детеныши императоров обычно находятся на уровне псевдоимператоров. Для молодой предательницы, обладающей силами цветка священного стебля, детеныш императора, конечно, ценен, но не настолько, чтобы ради его получения так долго вынашивать множество планов. Но если в бессмертном городе есть настолько драгоценный предмет, как вода вечной весны, то он вполне может соответствовать ее истинным целям. Все-таки если вода вечной весны действует даже на императоров, то ее ценность очевидна даже для императора высокого класса. Склон Черного облака – десятая сфера. Склон Черного облака – это то самое высокое место с древним замком, которое чуму видел, будучи за пределами города. Это место на самом деле было весьма обширным, в длину достигая нескольких километров. Над склоном возвышалось несколько каменных монументов, похожих на надгробие. Каждый каменный монумент был запечатан и, если кто-то хотел войти в древний замок, он или она должны были уничтожить всех существ, запечатанных внутри. Под склоном Черного облака молча стояла одетая в черной женщина. Сильный ветер обдувал ее тело, но только подчеркивал жестокость и холодность этой женщины. Она подняла глаза и уставилась пустыми глазами на полуразрушенный древний замок. В это мгновение она сильно походила на статую. «Госпожа, мы получили воду вечной весны». Перед ней на коленях стоял человек, преданно склонивший голову. Это был тот самый таинственный участник. Темная лошадка первого класса – Суша. В прошлом он поклялся в своей преданности этой женщине и был самым сильным сторонником предательницы в первом классе. Суша преодолел все трудности, чтобы достичь этого уровня, и его слава была достаточно высокой. Однако никто не знал, что на самом деле он связал себя клятвой с этой женщиной, чье имя редко мелькало в рейтинге Тинься. Стоя на коленях, Суша не смел поднимать взгляда, чтобы посмотреть, как черная одежда его госпожи развивается на сильном ветру. В сердце Суша его госпожа была самой совершенной женщиной из всех, кого он когда-либо видел. Помимо проблемы в постоянной нехватке жизненных сил, ее красота, ее просто не описать словами. Его преданность женщине госпожи поднялась до уровня пылкого рвения. Шесть лет назад я должна была получить этот предмет. Если бы не тот парень, который все усложнял, это бы ни за что не затянулось до сегодняшнего дня. Госпожа холодно усмехнулась. Вся правда в том, что женщина-госпожа знает бессмертный город как свои пять пальцев. Бессмертный город часто был закрыт, хотя также был явно запретен. Любая, даже самая незначительная активность привлечет внимание стражей. И лишь с началом битвы за царство, когда стартуют девятая и десятая сферы, бессмертный город будет по-настоящему открыт. Только тогда она сможет воспользоваться случаем и открыто забрать воду вечной весны. Она планировала получить этот предмет шесть лет назад. Однако из-за вмешательства кое-кого и чтобы случайно никому не навредить, у нее не осталось иного выбора, кроме как вернуться и терпеливо ожидать следующей битвы за царство. Так как она почти получила его в первую попытку, вторая для нее стала проще простого. По сути, единственное, чего ей не хватало, это возможности открыто войти в бессмертный город, потому что в тот момент, когда ей бы это удалось, она смогла бы забрать воду вечной весны. Не так давно была взломана какая-то большая печать и появился глава четырех председателей, Тянь Тин. Доложил Суша, опустив голову еще ниже. Это был император кровавых зверей. Та печать с самого начала была не очень прочной, но организаторы не могли найти подходящие возможности восстановить ее. Теперь, когда она открыта, Тянь Тину станет сложно справиться с возникшими проблемами, что в свою очередь уменьшит наши проблемы, произнесла женщина-госпожа. Не так давно Тянь Тин был ранен. В столкновении с императором кровавого зверя он не сможет избежать ранения его главных питомцев, сказал Суша. Женщине-госпожи было наплевать на Тянь Тина. Этот тупой и надменный пес духовного альянса находится в царстве Тиньса в течение многих лет, но так и не обнаружил ее намерений. Поэтому его не нужно бояться. Увидев, что женщине-госпожи плевать на Тянь Тина, Суша осторожно спросил, что теперь. Теперь оставайся здесь и ждися Гуанханя с принцессой Тзиньжау, приказала женщина-госпожа. С этими словами она медленно двинулась в сторону древнего замка. Суша поклонился еще раз. Он смотрел на красивую фигуру женщины-госпожи со спины. На склоне черного облака, по которому она двигалась, было множество печатей, но как бы близко она к ним не подходила, печати не активировались. Склон черного облака, для многих участников первого класса представляющий трудное препятствие, стал не более чем декорацией. Тут, на самом деле, предмет может называться и бессмертная родниковая вода, и вода бессмертного источника, но я сама дур, и назвал вода вечной весны. Чем обосную? Весна как символ расцвета жизни здесь более уместна, судя по эффекту предмета. Глава 709 Истинная природа предательницы Войдя в зловещий древний замок, женщина медленно прошла в центр огромного, но мрачного большого зала. На самом деле древний замок был лишь внешней преградой. Внутреннее его пространство раньше служило пристанищем духовных питомцев типа призрак, но их всех зачистили организаторы битвы за царство. Питомцев типа призрак более не было в этом месте, но у женщины было ощущение, что ее кто-то преследует. Иногда в порыве холодного ветра даже мелькало призрачное лицо. В углах темных комнат всегда скрывалась пара глаз, которые следили за каждым, кто входил. В этот момент во всем древнем замке женщина была одна. Остановившись в центре древнего замка, она закрыла глаза и начала читать заклинание. Заклинание закончилось в мгновение ока. Под ее ногами медленно возник цветок. Голубой цветок постепенно расцветал и, что было странно, в его центре было собрано много кристаллической жидкости. Собравшись воедино, в нем появилось отражение нежного лица, которое дрожало в тактрябе на жидкости. Это было женское лицо. Если смотреть на женщину-госпожу под другим углом, то может даже показаться, что это лицо просто ее отражение. Лицо женщины было слегка затуманено, но ее поразительные глаза, казалось, видели сквозь все барьеры пространства внутреннее убранство замка. Это должно быть оно, произнесла женщина в отражении. Это должно быть оно. Почти одновременно вторила женщина-госпожа, и обе фразы почти полностью совпали друг с другом. Вскоре жидкость в цветке исчезла, а пустые глаза куклы обрели резкость и высокомерие равнодушной императрицы. На самом деле, когда женщина-госпожа начинала вести себя вот так, это говорит о том, что она находится под контролем девушки-питомца. Когда ее глаза были пустыми, это означало, что она сейчас кукла, пустая оболочка, которую создала девушка-питомец. У куклы были свои мысли и своя сила, но по сравнению с настоящей собой, она была слабее во всех отношениях. В обычных ситуациях кукла поступает так, как велит девушка-питомец, а в ключевых ситуациях настоящая, предавшая чуму девушка, вселяется своим сознанием в куклу, и берет над ней контроль. И тогда поведение куклы полностью отражало истинную натуру девушки-изменницы, оставшиеся проще простого. Произнесла сама себе кукла, и в ее глазах полыхнул огонек. После этого она снова произнесла заклинание. В этот раз появилось массивное хищное растение. Открыв свое огромный рот из лепестков, оно извергло склизкий труп. Этот труп был мужского пола, но его одежда и даже кожа почти полностью растворились. Органы его чувств были полностью изуродованы и своим видом шокировали глаз. Но куклу это никак не заботило. В ее руке появилась ветка, которая явно обладала способностью высасывать кровь, которую она осторожно вонзила в кровеносный сосуд на шее трупа. Через трубчатые сосуды ветвь начала процесс высасывания, и вскоре труп усох и окончательно растворился в разъедающей жидкости. Собрав кровь, кукла начала капать ею во всех углах древнего замка. Со стороны это может и выглядело как беспорядочное разбрызгивание, но если взглянуть на это с высоты, то можно было понять, что она рисует кровавую диаграмму. Некоторое время она продолжала рисовать эту диаграмму, но, когда наконец закончила, нахмурилась. Бесполезно? Выражение лица куклы помрачнело. Эта кровь негодна, хмпф. Лицо куклы похолодело, она застыла с безразличным видом. Избавься от крови, чтобы никто ничего не заметил. Открой печать десятой сферы и веди себя так, словно сражаешься за последнюю награду. Кукла начала говорить сама с собой. После этого взгляд куклы сначала стал мягким, которая быстро сменилась бездушной пустотой. Потеряв душу, кукла медленно, словно оживший труп, вышла из древнего замка. Финальная награда десятой сферы запечатана прямиком за древним замком, и ее охраняет дюжина существ стражей. В финале битва за царство обычно поддерживает очень высокий уровень трудности. Главным питомцем десятой сферы становится монарх, равный виду драконов. Кроме того, среди защитников находится несколько монархов высокого и даже высшего класса. Если участники не обладают подавляющими навыками, захватить награду десятой сферы в одиночку становится почти невозможно. Кукла направлялась не за финальной наградой. Она знала многие из тех печатей, что были оставлены возле древнего замка. Поэтому, чтобы никто не догадался о ее истинных намерениях, она сняла печати с некоторых питомцев стражей. Первым оказался питомец, находящийся где-то между высоким и высшим классом монарха. Увидев куклу, этот питомец тут же прыгнул и попытался разорвать ее слабое тело своими когтями. Кукла без труда увернулась, а появившиеся вокруг нее тонкие цветочные лозы странным образом вползли в тело питомца. Защитник не смог оказать сопротивления. Когда яд цветочной лозы проник внутри него, его глаза изменились. Через некоторое время жестокость питомца словно испарилась. Он медленно подполз к ногам куклы и улегся в них, как раб. Контролируя этого питомца, кукла начала освобождать и брать под контроль остальных защитников десятой сферы. Суша продолжала стоять на склоне черного облака. Облака и туман опускались все ниже и ниже, почти скрыв за собой древний замок и полностью скрыв женщину-госпожу. Суша прождал здесь довольно много времени, и успел сразиться со многими экспертами первого класса, пытающимися пробиться наверх. Суша был очень силен. Даже против Лихуана и Фэнлу он был полностью уверен в победе. Что касается других участников, то они и вовсе не стоили его внимания. Сягуанхань, почему он тратит столько времени на такие пустяки, жаловался Суша. Так как Сягуанхань все не появлялся, Суша был вынужден оставаться здесь. Он не мог пойти против воли госпожи и в одиночку явиться к древнему замку. Сягуанхань не придет. Вдруг откуда-то сбоку раздался голос. Суша был удивлен. Он духовный мастер шестого исследования, и редко найдется кто-то с более высоким уровнем. Однако кто-то заметил его и даже услышал его жалобу, но он понятия не имел, где он, кто там. Суша холодно хмыкнул и посмотрел на другой конец склона черного облака. Суша стоял на краю склона. Когда он взглянул на источник звука, то сначала увидел не говорящего человека, а восьмиметровое, похожее на дракона существо. Это Суша побледнел. Перед ним явно был дракон ветряного потопа 10 ранга. Витомцы вида драконы славятся как непобедимые монархи. Хоть Суша довольно силен, против монарха дракона он может и не выстоять. Суша был шокирован. Он вспомнил, что в первом классе только у Лихуана есть голубой затаившийся дракон и, поскольку разум этого существа был омыт флюидом памяти, он лишился души и стал незначительным. Тем не менее, у дракона ветряного потопа перед ним были внушительные глаза, сияющие боевым намерением. Хотя он был тощим, это определенно был первоклассный дракон, что было видно по его ауре. Даже если против него одновременно выйдут два монарха высшего класса, этот дракон ветряного потопа справится с ними. Дракон ветряного потопа слишком долго оставался неподвижен в печати. Зная, что Суша враг, он бросился в бой, принеся с собой черный циклон разрушительного ветра. Суша вызвал трех монархов высшего ранга. Но столкнувшийся с ними дракон ветряного потопа едва ли боялся их, полностью продемонстрировав доминирование вида драконов. Это еще сильнее шокировало Суша. Дракон ветряного потопа оказался гораздо сильнее, чем он предполагал. Преимущество дракона ветряного потопа заключается в сочетании энергии зверя и мощного контроля над ветром. Когда дух связующего ветра чуму сражается в ближнем бою, он вынужден лишь уклоняться и пытаться разорвать дистанцию, чтобы продолжить атаки. Но у дракона ветряного потопа все было иначе. Его мощное драконе тело помогало ему абсолютно доминировать в ближнем бою против монархов высшего класса типа зверь. На расстоянии дракон ветряного потопа способен продемонстрировать мощь разрушительного ветра каждому, кто осмелится противостоять ему. Таким образом, сочетая тип зверя и тип ветер, дракон ветряного потопа доказывает свой титул непобедимого монарха. А с превосходным талантом дракона Чу Тиньмана он мог легко справиться даже против трех монархов высшего класса Суша. В сражении с голубым затаившимся драконом Чуму уже примерно оценил силу дракона ветряного потопа. Похоже, чтобы остановить его, им потребуется питомец ранга император. Мося, убей Суша. Приказал Чуму через духовные исследования. Суша произносил заклинание и явно не хотел быть застигнутым врасплох. Он нуждался в четвертом питомце, чтобы одолеть дракона ветряного потопа. Однако, Чуму не даст ему шанса призвать духовного питомца. Соуса у скорость Мося устрашала даже сильнее, чем скорость дракона ветряного потопа. Уйдя в сражение слишком глубоко, Суша не заметил приближения императора Шуа. У шей Суша мелькнул коготь греховного пламени. Суша широко открыл глаза, в которых отразился весь ужас, который он испытал в этот момент. Греховное пламя быстро расползлось от шей Суша по всему телу, забирая его жизнь. Глаза Суша продолжили расширяться. До самой смерти он так и не понял, как маленькая лиса смогла убить его всего одним ударом. Даже в момент смерти ему продолжало казаться, что крошечная лиса безвредна и даже немного мила. Глава 710. Склон черного облака. Черные тучи в небе древнего замка становились все плотнее и плотнее, почти полностью покрывая верхнюю половину склона черного облака. Находясь у его подножия было невозможно рассмотреть, что происходит возле древнего замка. Множество питомцев-информаторов отслеживали ситуацию в первом классе. Но эти питомцы, как правило, отслеживая ситуацию должны были лететь на определенной высоте. Ведь защита питомцев-информаторов очень слаба. Если они подойдут к полю боя слишком близко, любая случайная аура может вызвать обмороку этих питомцев. По мере того, как черные облака сгущались и опускались ниже, происходящее на склоне черного облака оказалось сокрыто. Питомцы-информаторы были вынуждены собираться под склоном и оттуда передать людям на площади тень сосведения о появившемся чуму и драконе ветряного потопа. Из-за распределения по территории духовные питомцы не смогли увидеть все то, что произошло у башни Мертвого Леса. Поэтому появление дракона ветряного потопа заставило людей подумать, что это еще один могущественный питомец чуму, которого он скрывал. Дракон ветряного потопа непобедим среди монархов. С таким питомцем в десятой сфере можно попросту зачистить все и вся, конечно же если не появится другой аномально талантливый питомец. Однако, такие питомцы не очень-то и распространены. И единственные, кто действительно может соответствовать дракону в таланте, это белые кошмары высшего класса монарха из Дворца Кошмара. Не видя ситуации на склоне, люди на площади Тинься были невероятно обеспокоены. Они хотели, чтобы опустившиеся тучи как можно быстрее рассеялись, чтобы они смогли получше увидеть дуэль десятой сферы. К тому же, многие из них начали догадываться, что никто не сможет остановиться чуму с его непобедимым монархом и питомцем ранга император. Конечно, даже в штабе битвы за царство не знали, что в этот раз истинным врагом чуму была не десятая сфера, а предавшая его девушка питомец ранга император. Когда чуму узнал, что предательница находится в древнем замке, он решительно двинулся к вершине склона. Он хорошо запомнил их встречу в седьмой сфере, ее презрение, гордость и тщеславие, которые могли кого угодно довести до бешенства. Когда-то чуму беспокоился об этой молодой девушке-предательнице, ему казалось, что в ее истории есть какая-то неизвестная трагедия. Да, это ничуть не оправдывает, не компенсирует принятого ею решения предать его, но она, по крайней мере, должна была испытывать чувство вины и раскаяния при встрече с ним. Однако чуму не заметил ни следа раскаяния или вины, на ее лице была не просто отчужденность, нет, она не потрудилась скрыть своего презрения. Это только сильнее разозлило чуму. Чуму всегда обладал сильным контролем над собственными эмоциями, поэтому он редко когда действительно сердится. Однако, в отношении предательницы чуму действительно был возмущен. Кроме того, вода вечной весны успела попасть в ее руки. Этот предмет может помочь малышу-голубому затаившемуся дракону достичь 10 ранга за два года, и потому невероятно ценен для чуму. Он обязан заполучить его. После того, как он убьет ее, чуму сможет сосредоточиться на получении финальной награды десятой сферы, на детеныша императора. Самое главное, внутренний кристалл предательницы нужен для исцеления отравленной ядом яциньцзы. Любая из этих четырех причин может подвигнуть чуму убить ее без всяких колебаний. Ву-ву-ву-ву-муси видимо почувствовала ауру предательницы, так как оставаясь в миниатюрной форме она кинулась вперед. Чуму и принцесса Цзиньжау были верхом на драконе ветряного потопа. Если бы они призвали верховых питомцев, то рисковали бы их жизнями при любом развитии событий, поэтому, дабы обезопасить своих питомцев, они не стали этого делать. Чуму призвал белого кошмара и приказал ему следовать за ним. Хоть белый кошмар и не сможет выдержать серьезную атаку, он сможет обеспечить чуму и Цзиньжау защиту. На склоне черного облака были размещены множество печатей, большинство из которых содержали питомцев примерно высокого класса монарха. Благодаря дракону ветряного потопа ни один из этих существ не смог остановить его продвижение вверх. Вскоре среди черных туч проступили очертания древнего замка. Она там, сказала принцесса, указав на кусок черной земли. Действительно, чуму увидел в том месте силуэт той женщины. Если бы не знание того, насколько коварна и зла она, ее волнующие изгибы в тумане с легкостью бы заставили потерять волю к борьбе. Чуму спрыгнул с дракона ветряного потопа, а Моссе проворно запрыгнула ему на плечо, и они направились к молодой предательнице. Чуму знал, что она всего лишь кукла, а не его духовный питомец, так что ее убийство ничего не значит. Он должен выяснить через эту куклу, где находится настоящая предательница. Ведя дракона ветряного потопа, чуму направился в сторону куклы-предательницы. Кукла хорошо ощущала ауру чуму. Стоя в тумане, ее слегка впавшие глаза смотрели в сторону, откуда шел чуму, и в них было немного удивления. Кукла знала ситуацию чуму как свои пять пальцев. Ей было совершенно ясно, какой силой он обладает. С ее точки зрения, возможность получить финальную награду второго класса уже должна быть большим достижением для чуму. Он не попросту не мог пройти по территориям первого класса. Однако, когда кукла-предательницы обнаружила дракона ветряного потопа, неотступно следующего за чуму, она показала более задумчивое выражение. Ты снова и снова ищешь своей смерти, я искренне сочувствую тебе. Тон куклы-предательницы как всегда раздражал. Она пустыми, без единого намека на эмоции глазами смотрела на чуму. На самом деле у этой куклы и не может быть каких-то эмоций. Она делает и говорит то, что хочет ее хозяйка. Как только чуму собрался заговорить, он вдруг заметил изменения в кукле-предательнице. Ее черная одежда начала сама по себе, без ветра, колыхаться. Повеяла ароматом цветов, от которого начала клонить в сон. С ним пришел и смертельный яд. Стоит его вдохнуть, и твой разум возьмут под контроль. Одежда куклы-предательницы начала колыхаться. Вуаль на ее лице закрывала ее не так плотно, как у той же принцессы Цзиньжау. Поэтому, когда подул ветер, можно было увидеть лицо куклы. Несомненно, ее внешность была божественной и несравненно совершенной. Любой мужчина, который увидит ее, потеряет свою душу. Верный суша, яркий тому пример. Взгляд куклы-предательницы начал меняться, наполнился глубиной и блеском. Новый взгляд сквозил ледяным высокомерием, которое было у нее врожденным, и сильно влияло на ее взгляд на мир. И в то же время он был пронзителен, демонстрировал решимости холодной равнодушии ее сердца. Чуму был удивлен переменой в кукле-предательнице. Словно пустую оболочку внезапно наполнили душой. Перемена в ее поведении создала впечатление, словно перед ним были два совершенно разных человека. Это была уже не оболочка, не пустая красота. Она стала настоящей, прекрасной, но в то же время источающей пронзительный холод, как роза, наполненная шипами. Я даю тебе последний шанс выжить. Оставь принцессу Цзиньжау и исчезни с глаз моих. У тебя три секунды, сказала предательница ледяным тоном. Этот был командный тон, как будто жизнь Чуму находится в ее руках, и она вольна делать с ним все, что заблагорассудится. Увидев перед собой предательницу, Чуму понял, что такова истинная природа женщины, подобная императору, молодой предательнице. Чуму ощутил слабую духовную связь между ними. Глава 711. Город Ваньсин. Тебе не кажется, что твое лицемерие неуместно? Улыбнулся Чуму. Последний шанс выжить? Тогда что же Сягуанхань забыл на алтаре кровавого? Зачем Сягуанхань раздобыл карту бессмертного города и намеренно подкинул ее принцессе? Совершенно очевидно, что это все по приказу предательницы. Лишь она после стольких лет вынашивания планов и интриг, могла знать бессмертный город так хорошо. Я совершенно не такая, как вы. С теми мизерными знаниями, что есть у вас, говорить с вами больше нет смысла. Произнесла предательница. Говорить больше? Если бы он не хотел узнать, где девушка-питомец, Чуму не стал бы вести разговоры с этой куклой. Он не понимает, почему эта женщина ставит себя выше других. Неужели быть наполовину человеком, наполовину питомцем достойна гордости? Возможно, у нее есть сила, которая дает ей право смотреть на всех свысока. Однако, если бы у нее действительно была эта сила, то к чему ей делать столько телодвижения истине? Разве в этом мире, если у человека есть достаточно сил, есть что-то, чего он не может заполучить? Чуму глубоко вздохнул. Он изо всех сил старался скрыть свой гнев и отвращение к этой предательнице. За мной дракон ветряного потопа. С твоей силой с ним будет тяжело справиться. Кроме того, в городе есть несколько экспертов. Даже если мой дракон ветряного потопа не сможет победить тебя, через ветер он сообщит им все, что с легкостью порушит твои планы. Я знаю, сейчас ты всего лишь кукла. Сражение с тобой не имеет для меня никакого значения. Но если ты меня разозлишь, я тебя не отпущу. Предательница промолчала. Она смотрела на чуму, зная, что он еще не все сказал. Мне не выгоден проигрыш обеих сторон. Но ты слишком долго занимаешь мою первую душу, и это сильно повлияло на путь моего развития. Я с самого начала не мог использовать ее. Предательница поняла намерение чуму. Похоже, он собирается решить эту проблему логически. Предательница задумалась, так как начала опасаться, что в этом есть какой-то подвох. Сила чуму была перед ней. Хоть глупые людишки распространили слухи, что он удивительный молодой эксперт, предательница была уверена, что в ближайшие 10, а то и 20 лет он не несет для нее реальной угрозы. В лучшем случае, он будет лишь небольшим препятствием в бессмертном городе. Ты хочешь, чтобы я расторгла наш духовный контракт? Предательница на мгновение задумалась, прежде чем ответить ему. Она думала про себя. Если чуму уйдет, это упростит дело. Да, я уверена, что одолею дракона ветряного потопа, но в то же время не уверена, что могу схватить его. Если я встревожу Тянь-Тина и остальных, и это место возьмут под строгую охрану, все снова рухнет. Она была на 100% уверена в том, что чуму не знает о ее плане. Однако, она боялась, что чуму начнет действовать опрометчиво, и из-за него ей снова придется ждать 6 лет. Да. Кроме того, если ты собираешься забрать жизнь принцессы, то я не соглашусь. Она должна быть в безопасности. Чуму был довольно хорош в актерском мастерстве и добавил это разумное требование. Он должен был сделать это, иначе бы все выглядело слишком фальшивым. В конце концов, в седьмой сфере чуму так рьяно защищал принцессу, а теперь сделает обратное и бросит ее. Ты так старался попасть в десятую сферы, чтобы разорвать наш контракт и гарантировать ее безопасность? Какие между вами отношения? С подозрением спросила предательница. Сказав это, она намеренно посмотрела на принцессу Цзиньжау и обнаружила, что ее глаза бегают, словно избегая взгляда на чуму. По ее выражению лица предательница быстро поняла, что происходит. Очевидно, что отношения между чуму и принцессой Цзиньжау далеки от просто чистой дружбы парня и девушки. Чуму увидел, что предательница пришла к своим выводам, и бросил взгляд на принцессу. Он мысленно похвалил ее. Принцесса действительно исключительно умна. Мне даже не потребовалось что-либо объяснять, чтобы она поняла, как нужно вести себя. Принцесса играла роль человека, чьи любовные похождения были доведены до конца. Но который не хотел говорить об этом. Это рассеяло подозрения предательницы. Во-первых, награда десятой сферы будет моей, потому что мне нужен детеныш императора. Во-вторых, я не знаю твоих целей, но ты неоднократно причиняла принцессе неприятности, и я не хочу, чтобы она пострадала. В-третьих, наша с тобой связь должна была окончиться давным-давно. Произнес чуму. Три условия. Это заставило предательницу почувствовать, что это очень удачный и очень умный выбор. Предательница удовлетворенно улыбнулась. С твоим отношением, разве я могу хотеть твоей жизни? У меня нет к тебе никакого отношения. Я уже поставил свои условия. После того, как ты согласишься, мы расторгнем наш духовный контракт, и более не будем иметь друг с другом никаких дел. Все просто. Чуму, естественно, не мог притворяться слишком сильно, и напустил недовольство. Мы не можем расторгнуть наш духовный контракт сейчас. По крайней мере, вы должны позволить мне закончить здешнее дело. Что касается принцессы, я просто хочу одолжить у нее кое-что. Мне не нужна ее жизнь. Можешь расслабиться. Награда десятой сферы, ты можешь просто взять ее. С этими словами она медленно подошла к одной из запечатанных гробниц. Внезапно из запечатанного надгробия появился свет. Среди этого особого света удивительным образом появился огромный зверь бездны. Звери бездны по своей природе вспыльчивы. Как только они видят другой вид, они начинают бешено атаковать его. Они считаются одними из самых трудных духовных питомцев для украшения и развития. Однако Чуму был удивлен, потому что, когда появился зверь бездны, сила которого не уступала дракону ветряного потопа, он был ненормально спокоен, и небрежно улегся там, где появился. Он был равнодушен и, казалось, стал верным слугой предательницы. Он высшая честь десятой сферы. Если ты заберешь его внутренний кристалл, то высшая награда десятой сферы будет твоя. Сейчас я его контролирую. Дай мне немного крови принцессы Цзинжау. Мне нужно немного, примерно вот с такой вот пузырек. С этими словами в руках предательницы появился пузырек. Он был высотой с ладонь, но очень тонким. Отдав столько крови дрессировщик лишь на время ослабнет. В этом нет ничего особенного. Она бросила пузырек, и он упал в руки Чуму. Чуму взял пузырек и посмотрел на принцессу. Лицо принцессы Цзинжау несколько изменилось, ее выражение осложнилось. Однако она все же подошла к Чуму и сделала на белом запястье надрез. Кровь быстро попала в пузырек. Девушка была настроена решительно. Чуму извиняющимся взглядом посмотрел на девушку. Ради своих целей у него не осталось иного выбора, кроме как вынудить ее пожертвовать своей кровью. Наполнив его, Чуму немедленно использовала наружное лекарство, которым затер запястье принцессы, закупорив ее вены, которые в противном случае обескровили бы ее. После того, как сосуд с кровью был наполнен, Чуму не спешил отдавать его предательнице. Вместо этого сказал, как мы разберемся с духовным контрактом. Твоей души и тела здесь нет. Как только все это закончится, ты сможешь через нашу духовную связь найти меня. Я расторгну контракт с тобой, а также залечу рану разрыва твоей души, что позволит тебе быстрее исцелиться. Произнесла предательница, не сводя взгляда с пузырька с кровью в руках Чуму. Я тебе не доверяю. У тебя же есть способ разорвать нашу духовную связь. Продолжил Чуму. Все из-за того, что твоя душа слишком слаба. Я в городе Ваньсин, сказала предательница. Город Ваньсин. Чуму был ошеломлен. О ситуации в этом городе ему известно немногое. Говорят, что практически все высшие эксперты человеческой расы собрались в нем. Среди них старшие старейшины и старейшины различных крупных фракций, а также лорды и высшие лорды королевств и царств, которые не были вовлечены в борьбу за власть. Среди них высшие чины духовного дворца, дворца Кошмара, палаты духовных питомцев. А самое главное, это территория духовного альянса. Город Тиньса всегда считался городом Востока. Но город Ваньсин становится конечным городом каждого дрессировщика духовных питомцев. Многие дрессировщики готовы преодолевать сушу и моря, проходить сквозь миры только для того, чтобы добраться до города Ваньсин. Ведь это честь, которой можно похвастаться перед другими. Как я могу быть уверен в правдивости твоих слов? Спросил Чуму. Ты мне не доверяешь? Спросила предательница и взмахнула рукой. Внезапно перед Чуму медленно расцвел голубой цветок. Внутри него было много кристаллической жидкости, которая медленно колыхалась. Не очень четко, но в них можно было увидеть постепенно проступающие очертания статуи. Эта статуя была небольшой, но Чуму был ошеломлен, потому что она, казалось, парила на самой вершине облаков в небе. Под нее был процветающий город. С этого ракурса город выглядел совсем маленьким. Это видит мое тело. У нас с тобой духовная связь, так что ты должен понять, реально эта сцена или нет, сказала предательница. Символом города Ваньсин является алтарь Ваньсин, который возвышался как гора. Это явно не подделка. Более того, когда он увидел то, что видела она, Чуму действительно почувствовал слабую духовную связь с предательницей. Это тоже было реальностью, поскольку они видели одно, Чуму старался запомнить эту сцену, потому что с его точки зрения, смотря на алтарь Ваньсин, он мог бы вычислить местоположение предательницы в городе Ваньсин. В ближайшие несколько лет я буду в Ваньсин. Можешь отыскать меня в любое время. После того, как ты найдешь меня, мы сможем отменить духовный контракт. Теперь, когда у тебя есть статус и ты боишься, что я обману тебя, ты можешь позвать свою мать или старших старейшин. Однако в этом нет необходимости. После того, как я закончу это дело, у меня не будет необходимости в твоем духовном контракте. Я ни за что не позволю мужчине связать со мной свою душу, сказала предательница. Со слов молодой женщины было понятно, что она высокомерна. Кажется, она считает, что связь с душой Чуму запятнает ее честь. Это не могло не вызвать у Чуму усмешку. Но усмешка была вызвана не высокомерным тоном этой куклы, а тем, что он достиг своей цели. Так как она рассказала Чуму, что находится в городе Ваньсин, у него появилась зацепка. В дальнейших разговорах нужда отпала. Увидев выражение лица Чуму, предательница внезапно почувствовала, что что-то не так. Она тихо спросила у себя, может быть, он играет со мной, но даже если он знает, где я, ситуация в городе Ваньсин в основном уже под контролем. Даже если Чуму молодой господин духовного дворца, он не будет иметь там никакого влияния. Ну, а сейчас она его не боится. Дракон ветряного потопа не представляет для нее большой угрозы. Зверя бездны, которого она контролирует, достаточно, чтобы справиться с ним. Что касается самого Чуму, его она боится еще меньше, за исключением маленькой Лисы Чуму, которая могла освободиться от печати и, таким образом, едва ли была угрозой для нее. Все его прошлые духовные питомцы слишком слабы. Вот только на лице Чуму появилась улыбка. Эта улыбка заставила предательницу почувствовать, что что-то не так. Наконец Чуму заговорил. У Чуму был злой и холодный тон, когда он сказал, я получил всю информацию, которую хотел знать. А теперь умри. Глава 712. Бурлящий гнев. Предательница не удивилась переменита на Чуму. Видимо, она ожидала, что Чуму пойдет на конфликт. Ее взгляд быстро упал на дракона ветряного потопа. Она не может позволить ему улететь и привезти сюда людей от организаторов, иначе это испортит ее планы. Но она удивилась, потому что дракон ветряного потопа не спешил улетать. Он свирепо уставился на стоящего возле нее зверя бездны, который только что был освобожден от печати. Не улетает, прекрасно. Глаза предательницы внезапно стали ледяными, и ее отношение к происходящему с этого момента полностью изменилось. В ее взгляде было полно убийственного намерения. Чуму ни за что бы не поверил, что предательница согласится с ним по-дружески. Она до этого приказывала убить его, то есть явно пыталась уничтожить. В тот момент, когда он умрет, их духовный контракт будет расторгнут. Однако предательница только что пыталась доказать, что он ей еще нужен, и они не могут его сразу расторгнуть. Это слишком противоречиво. Разве мог чуму не увидеть насквозь эту предательницу? Ведь она откровенно лгала ему. Здесь много каменных надгробий. Выбери тот, который станет твоим. Усмехнулась предательница. Внезапно печати питомцев стражей вокруг них задрожали. Окружающие хранители находились под контролем предательницы. Она предусмотрительно и крайне тщательно разместила их вокруг этого места. Пробудив их, на свет показалось 10 монархов высокого и 3 высшего класса. Они окружили чуму и принцессу Цзиньжау. Чуму не сводил глаз с предательницы. Как только она призвала стражей, чуму не колеблись отдал приказ Муси атаковать. Чуму хотел воспользоваться тем, что предательница недооценивает своего противника, чтобы провести смертельную атаку. Вероятно, она не будет ожидать, что Муси обрела силу императора. Сау. Муси проворно спрыгнула с плеч чуму. Двигаясь с такой скоростью, что уследить за ней было невозможно. Лапы лисы едва касались земли, она устремилась вперед. Вспышка серебряного света, и Муси начинает атаку в прыжке. Ее тело вытянулось, и быстро превратилось в шар раскаленного греховного пламени. Как только вспыхнул грех пламени, из него появилось могущественное тело адской лисы монарха семи грехов. Оставляя за собой огненный след, она хладнокровно и демонически кинулась на предательницу. Поначалу-то не обратила на нее никакого внимания. Однако, когда Муси набрала ужасающую скорость, предательница поняла, что ситуация складывается плохо. В тот момент, когда Муси превратилась в лису семи грехов, на лице куклы предательницы появился шок. У нее не было времени обдумать происходящее, она с тем же шоком использовала второе заклинание. Под ногами предательницы появились лепестки лотоса. Они быстро обернули тело женщины, надежно защищая ее снаружи. Защита цветка священного стебля оказалась заметно высока. Эти лепестки не смогла бы сломать и техника 10 ранга. Более того, у защиты цветка священного стебля предательницы был дополнительный эффект семян. Это излюбленная способность императоров цветков священного стебля. Эта техника способна свести на нет урон от любого питомца слабее императора. И даже императору будет трудно пробить эту технику. Столкнись она с любым другим питомцем, и кукла предательницы, естественно, не испугалась бы. Но ей было хорошо известно о способности лисы чуму взламывать печати. Это величайшее противодействие ее защите цветка священного стебля. Ву-ву-ву. Моссе, конечно же, знала, как нужно пользоваться своей техникой разрушения печати. Серебряная луна у нее на лбу тут же налилась светом. Когда Моссе приблизилась к предательнице, та попыталась заблокировать ее с помощью зверя бездны. Однако, разве был у этой медлительной и тупой туши хоть один шанс остановить скорость Моссе? Моссе легко проскользнула вперед к кукле предательницы. Ее прекрасные когти рассекли воздух и скрестились, стремясь разорвать женщину. Два ужасающих лезвия когтей греховного пламени величественно появились в воздухе. На этот раз Моссе сконцентрировала свои силы в 10-метровую длину. Нужно понимать, что с нынешней силой Моссе она может использовать атаку и на 1000 метров. То есть любая из атак ее когтей могла достать на 1000 метров. Но если это приемлемо против питомцев с более слабыми защитными техникам, против предательницы она должна была сконцентрировать всю силу своих когтей в одной точке. Оба когтя несли в себе силу, разрушающую печати. Они без труда разорвали защиту способности семян цветка священного стебля, и начали рвать защитные лепестки. Цветы от природы боялись огня, и цветок священного стебля не исключение. Огненные когти Моссе могли нанести многократный урон кукле предательницы. Шуа. Шуа. Когти пересеклись друг с другом. Разорвав защитные лепестки, они добрались до тела предательницы. Из ее глаз исчез и намек на высокомерие, в них сейчас был лишь шок. Не так давно маленькая лиса Чуму была всего лишь королевской пламенной девятихвостой лисой Инферно. Ее сила не достигла даже десятого ранга монарха среднего класса. Как она вдруг превратилась в невероятно могущественную адскую лису монарха Семи Грехов. Во все стороны брызнула свежая кровь. С тела куклы предательницы, в перемешку с кровью, полетели клочки цветочных лепестков. Женщина схватилась за раны и с бледным лицом быстро отступила. Сквозь тонкие пальцы быстро струилась свежая кровь. Как это возможно? Твой духовный питомец. Отступив от Моссе как можно дальше, она с шоком и гневом уставилась на лису. Очень скоро я найду твое настоящее тело в Ваньсин. Когда придет время, ты умрешь еще более жалкой смертью. Холодно сказал Чуму. Хоть это и не настоящее тело предательницы, та, скорее всего, потратила много сил на эту куклу. Чуму возненавидел ее, возненавидел ее отношение я лучшим, чем ты всей душой. Смотря на нее в таком состоянии, гнев в его сердце немного утих. Самое главное, Чуму узнал, где находится предательница. Истинная сила девушки-перебежчицы определенно была сильнее этой куклы, но это не имеет значения. Чуму обладает питомцем ранга император, и пройдет всего несколько лет, прежде чем он сможет добраться до города Ваньсин и яростно уничтожить эту женщину. Глаза этой куклы-предательницы переполняла ненависть к Чуму. Она никогда не думала, что питомец Чуму достигнет ранга император. Сама она была очень близка к десятому рангу и обладает силой псевдоимператора. Но против адской лисы монарха семи грехов она проигрывала с точки зрения атрибутов, к тому же из-за того, что недооценила противника, поплатилась тяжелой раной. Эволюция. Видовая эволюция. Наконец, предательница поняла, у Чуму не было лисы семи грехов. В противном случае, в седьмой сфере он бы призвал ее и не стал доводить себя до крайности. Единственным возможным объяснением было то, что его королевская пламенная девятихвостая лиса инферно прошла через видовую эволюцию, став лисой семи грехов. Вероятность эволюции очень мала. Предательница была совершенно уверена в этом. Но узнав правду, она начала истекать кровью. И, по большей части, обильное кровотечение было вызвано гневом в ее сердце. Она была так близка к завершению своей цели, но в конечном счете, почти нулевой шанс видовой эволюции выпал в руки человека, которого она могла без труда раздавить. И ладно бы если эта эволюция случилась бы раньше, пусть. Однако это должно было произойти именно в тот момент, когда она была готова успешно завершить все то, к чему готовилось многие годы. Это полностью разрушило ее планы. Предательница обладала удивительной способностью быстро брать себя в руки. Будь на ее месте кто-то другой, с меньшими способностями к самоконтролю, он или она, вероятно, умерли бы от гнева. Предательница схватилась за рану и настороженно уставилась на Моссе. Моссе достаточно было начать еще одну атаку, и предательница умрет. Она не ожидала, что, недооценив противника, тут же окажется в такой беде. Чуму, если ты посмеешь убить меня, даже если убежишь на край света, чтобы спрятаться от меня, настанет день, когда я разорву твое тело на куски. Предательница плотно сжала бледные губы. Еще чуть-чуть, и ее глаза были готовы метать огонь. Ся Гуан Хань тоже так говорил, но в итоге он умер. Чуму почесал за ухом. На подобные угрозы ему было плевать. Вместо этого он неторопливо произнес. Разве ты не из тех, кому всегда нравится возносить себя над другими? Ты всегда чувствовала, что от рождения обладаешь правом быть выше всех. Хоть я и не знаю, откуда в тебе это, но мне это крайне отвратительно. Сначала я хотел дождаться момента, когда у меня будет достаточно сил, чтобы посетить город Ваньсин, убить тебя и освободить свою первую душу. Однако, теперь я передумал. Я не стану разрывать духовный контракт. Так как мои духовные исследования пока что слишком слабы, я не могу контролировать тебя. Но однажды настанет тот день, когда моя духовная сила превзойдет твою. Я превращу тебя в рабыню и дам в полной мере прочувствовать, какого это, когда унижают твое достоинство. Я очень хочу посмотреть, насколько хватит твоего высокомерия. Чуму никогда не хотел порабощать духовных питомцев. Однако, лишь этот способ может успокоить гнев к этой предательнице, переполняющей сердце чуму. Ты мечтай. Такой низкосортный человек, как ты, никогда не сможет превзойти меня в развитии, даже если я остановлюсь на некоторое время. Гнев в предательнице достиг пика. Указав рукой на чуму, чем только усилило кровотечение, она сказала. Я лишь боюсь, что ты не посмеешь войти в город Вансин. Как только ты войдешь в него, я вырву душу из твоего тела и буду мучить ее до конца времен. Ты пожалеешь, что не умер. И да, ничего не случится, если я тебе расскажу об этом. На этот раз у меня не вышло, но в следующей битве за царство я вновь отправлю сюда свою куклу. Когда придет время, я заберу твою голову. И вполне возможно, что умрут все близкие тебе духовные питомцы и люди. Чуму усмехнулся. Даже сейчас предательница не переставала пытаться принижать его. Она все еще видела в нем человека низкого сорта. Шесть лет назад Чуму определенно не стал бы тратить время на препирательство с куклой-предательницей. Он точно отправился бы в город Вансин и нашел истинное тело этой девушки-питомца. Но сейчас Чуму превратился в ее смертельного врага. Вероятно, она сейчас ненавидит его до мозга костей. Но это чудесно. Чуму и не думал решать эту проблему мирным путем, особенно с этой крайне отвратительной женщиной. Моссе убей ее. Чуму не хотел более разговаривать с куклой-предательницей. Без капли жалости отдал Моссе приказ. Глава 713. Завершение битвы, часть 1. Увидев, что Моссе снова атакует, кукла не стала уклоняться. Совершенно ясно, что из-за ее пренебрежения все планы последних шести лет были разрушены. И тот, кто разрушил все это, кем она до последнего пренебрегала, был дрессировщиком духовных питомцев, с которым она заключила духовный контракт. В конце она даже не попыталась увернуться. Кукла просто уставилась на чуму своими внушительными глазами, словно пытаясь напоследок запечатлеть его внешность вплоть до мельчайших деталей. Из этого можно было понять, что в этот раз предательница была в ярости. Шо. Коготь Моссе метнулся прямо в сердце предательницы. Но она лишь замерла на месте. Хоть ее сердце было разорвано в клочья, она не показала никакой боли, все еще смотря на чуму как мстительный призрак. Встретившись с умирающей куклой взглядом, чуму остался невозмутим. Небеса. Этот Чучин слишком бессердечен. Неподалеку от склона черного облака стоял Лихуан, и ошеломленно смотрел на сражение перед замком. Однажды ему довелось повстречать куклу-предательницы. Молодой человек был сражен одним лишь ее взглядом. Такую женщину следует вознести на алтарь. Но Чучин не моргнув глазом приказал своему питомцу уничтожить это воплощение совершенства. Этот человек воистину легендарен в своей способности уничтожать прекрасное. После того, как Лихуан потерял своего голубого затаившегося дракона, он не сдался. Спрятавшись подальше, он был готов воспользоваться слабостью обеих сторон. Однако даже таинственная женщина не смогла сравниться с питомцем императором. Поэтому Лихуан не посмел оставаться в этом месте дольше. Он был уверен, что как только Чучин заметит его, он умрет. Понимая, что он еще недостаточно силен, он не станет провоцировать этого человека. Текла кровь. Но каждый раз, когда она оказывалась на приличном расстоянии от тела, она тут же впитывалась в землю и исчезала. Тело куклы выглядело как живое, состоящее из крови и плоти, но все же оно было не полностью человеческим. Как только Мосси разорвала ей сердце, кукла начала превращаться в увядающий массивный синий цветок. Синим цветком является изначальное тело цветка священного стебля. Глаза куклы-предательницы были широко открыты, и даже после смерти смотрели на Чуму. Когда ее тело стало увядающим синим цветком, Чуму подошел к ней. Однако, вопреки всему, голова куклы по-прежнему оставалась человеческой. Чуму подошел и сорвал с ее лица вуаль. Все как и в сцене из его воспоминаний, девушка-питомец выглядела почти точно так же. Конечно, в сравнении с настоящей девушкой-питомцев, этой кукле кое-чего недоставало. Как минимум в ней не было той привлекательности, которая заставляла Чуму сходить с ума. В этой пустой оболочке кроме прекрасных черт больше ничего не было. Идеальная внешность настоящей девушки-питомца подчеркивалась ее аурой святости. Она радикально отличалась от мрачного поведения куклы. Чуму понимал, что, если он отправится сейчас на поиски предательницы, из-за ее обаяния он может и забыть о своем гневе. Вскоре после того, как Чуму снял вуаль, ее внешний вид поплыл и, в конечном итоге, она превратилась в увядающие лепестки, которые исчезли в земле. После того, как труп куклы-предательницы исчез, Чуму подошел и на всякий случай хорошо потоптался по этому месту. Мало что может разозлить Чуму, но этой женщине удалось довести его до такой степени, что Чуму даже и не подумал выказать хоть какое-то уважение ее трупу. Наконец у него появились хоть какие-то зацепки касательно его первой души. Чуму, наконец, успокоил свое сердце, и его желание стать сильнее стало еще больше. Сила куклы-предательницы достигала ранга императоров, что означает, что сама предательница невероятно могущественна. Если он хочет поработить ее, Чуму должен стать намного сильнее как в духовных исследованиях, так и в силе питомцев. Сейчас у Чуму 12 мест для духовных контрактов. Если он сможет вернуть контроль над предательницей, он будет не против того, что она занимает два духовных контракта. Потому что, после того, как она будет порабощена, Чуму сможет вернуть в пространство духовного питомца, и больше никогда не призывать. Таким образом он лишит ее всякой свободы, и вернет первую душу в свою власть. Муси, а внутренний кристалл? Спросил Чуму. Он забеспокоился, что кукла была лишь простым, созданным из лепестков существом. Тогда у нее не будет кристалла, и ее смерть будет бессмысленна. К счастью, хоть она и была куклой, но в то же время была и настоящим цветком священного стебля. Когти Муси быстро извлекли внутренний кристалл цветка священного стебля. Обрадовавшись, Чуму быстро очистил его, а затем положил в свое кольцо. Теперь Яцензе будет спасена. После этого Чуму Глубова вздохнул. Кстати, если кукла – настоящий цветок священного стебля, то кто же тогда сама предательница? Вскоре у Чуму возник еще один вопрос. Чуму хорошо помнил, что в день подписания с ней духовного контракта она вышла из цветка священного стебля. Но старый духовный лекарь Д, который изучил гнилые лепестки, принесенные Чуму, сказал, что они не похожи на цветок священного стебля, что это какое-то другое существо. Цветки священного стебля императоры низкого класса. Тогда предательница либо усиленный цветок священного стебля, либо более развитое существо. Но она определенно не выше ранга император. Чуму уставился на останки куклы и попытался угадать ее силу. Если она выше императора, то ей бы не пришлось проходить через все эти неприятности. Поэтому Чуму показалось более логичным, что она император высокого или высшего класса. Как бы то ни было, я не буду об этом думать. В любом случае я не ошибусь, если стану сильнее. Чуму перестал гадать. Мося уже император. Малыш-голубой затаившийся дракон также станет полноценным императором через два года. За прохождение десятой сферы он получит еще одного императора, что создает огромные перспективы. Думая о малыше драконе, Чуму вспомнил, что у куклы должна быть бутылка воды вечной весны. Чуму тут же осмотрелся, в поисках пространственного кольца. И действительно, он быстро нашел его недалеко на земле. Оно было покрыто кровью предательницы. Чуму быстро поднял его. В нем нашлось не так уж и много вещей. Большей частью это были маленькие кристаллы, которые переполняла духовная энергия, но это точно не духовные кристаллы, так как ранее Чуму никогда подобного не встречал. Чуму не знал, для чего они используются, но все равно собрал и поместил их в свое кольцо. Он предположил, что если предательница хранила их, значит они ценные. Ха-ха, это должна быть вода вечной весны. Чуму внезапно громко рассмеялся. Действительно, в пространственном кольце предательницы он нашел бутылку с темно-синей жидкостью. Проведя немало времени с Ециньцзы, Чуму кое-чему научился, и поэтому мог определить редкость лекарственной бутылки. Попавшая к нему в руки, к примеру, даже на первый взгляд была лекарственной бутылкой 10 ранга. Таких даже у Ециньцзы было немного. Если в этой бутылке окажется не вода вечной весны, Чуму готов вновь вернуть к месту смерти куклы-предательницы, и снова как следует потоптаться по ней. Принцесса, это вода вечной весны. Чуму хотел попросить принцессу оценить этот предмет. Но, обернувшись, он заметил, что кроме дракона ветряного потопа, сражающегося со зверем бездны, и других питомцев-стражей, нет ни единого признака принцессы. Сердце Чуму замерло. Ему всегда было очень любопытно, что нужно принцессе в бессмертном городе. Теперь, когда она внезапно исчезла, он понял, что она наверняка вошла в древний замок. Белый кошмар, ты останешься и поможешь дракону ветряного потопа разобраться с оставшимися, а я пойду посмотрю. У Чуму не осталось времени более тщательно изучить оставшиеся от куклы-предательницы. Оставив Белого кошмара, он направился прямиком к древнему замку. Мося успешно убила четырех монархов высокого и одного высшего классов, а затем последовала за Чуму. Лишь войдя в замок Чуму ощутил ледяную призрачную ауру, очень похожую на ауру, исходящую от духовных питомцев типа призрак, с которыми он сталкивался раньше. Этот тип питомцев всегда был редким. Чуму повидал много нежити, но среди них почти не было призраков. Скорее всего этот древний замок был местом обитания питомцев типа призрак, но недавно он был зачищен. Чуму внезапно из замка раздался мягкий голос. Принцесса, зачем ты здесь? Чуму быстро увидел принцессу в голубом платье. Таня ответила, продолжив смотреть на землю древнего замка и время от времени задумчиво принюхиваясь. Принцесса снова позвал Чуму, явно удивленной действиями девушки. Только после этого она посмотрела на Чуму. В ее живом взгляде Чуму ощутил некоторое разочарование и печаль, что еще сильнее озадачило его. Не волнуйся, тебе это не поможет. Я просто получаю то, чего хочу. Тихо сказала принцесса Цзинжау. Чуму посмотрел на принцессу и заметил, что она выглядела разочарованной и потерянной и была сильно озадачена. Ты хотела того же, чего и эта женщина? Спросил Чуму. Кукла-предательница специально явилась в этот странный замок, а за ней принцесса Цзинжау, пока Чуму сражался с куклой, зашла в него. Это означает, что в замке определенно было что-то, чего они обе хотели, и это определенно было чем-то необычным. Раньше я была не уверена, но сейчас убедилась. Но извини, изначально мы преследовали разные цели, и поэтому я не могу сказать тебе всей правды. Это очень важно для меня и не имеет к тебе прямого отношения, искренне сказала принцесса Цзинжау. Планируешь остаться или покинуть это место? Спросил Чуму. Сейчас Чуму беспокоит состояние Ециньцзы. Он получил все, что нужно, и был готов немедленно уйти. Что касается того, чего хотели принцесса и кукла-предательницы, ему, конечно, было любопытно, но возможности узнать, отказалась ли от этого Цзинжау или нет, у него не было. Идем, я сделала все, что могла, ответила явно огорченная принцесса. Чуму кивнул, решив не гадать попросту, и просто вывел принцессу из древнего замка. Глава 714. Завершение битвы. Часть 2. Когда они покинули древний замок, дракон Ветряного потопа продолжал сражаться с защитником Десятой сферы. Очевидно, прошлые противники не смогли утолить жажду битвы этого питомца. Чуму приказал Мося убить зверя бездны и извлечь его внутренний кристалл, после чего улыбнулся. Финальная награда Десятой сферы его, а это значит, что у него будет еще один детеныш питомца императора. Ву-ву-ву Мося вновь уменьшилась, и запрыгнула Чуму на плечо. Парень нежно погладил ее мех. Ради своей безопасности он не торопился отзывать Лису в пространство питомцев, позволив ей уснуть на плече. Благодаря кольцу захвата питомцев он не беспокоился насчет того, сможет ли вывести дракона Ветряного потопа. Конечно, обратный путь долог, поэтому они преодолеют его верхом на этом питомце. Возвращаемся. Беспокоясь о том, что с Ециньцзе может что-то случиться, Чуму не посмел медлить. Он осторожно убрал внутренний кристалл, воду Вечной Весны, и внутренний кристалл в пространственное кольцо предательницы. Думая о том, что вода Вечной Весны поможет голубому затаившемуся дракона развиться до 10 ранга за два года, Чуму был взволнован. Он с нетерпением ожидал, когда сможет увидеть, как быстро вырастет его дракон. Город Ваньсин, башня голубого чая. Прекрасная женщина степенно скользнула в коридор, ввергая в трепет на южа садовников. Эти слуги знали, что в башне голубого чая живут две женщины. Одной из них была молодая девушка, второй – женщина в расцвете сил. Девушка обычно не покидает дома, поэтому мало кому довелось увидеть ее. Но эта красивая женщина часто выходит прогуляться, и ее кокетливая внешность часто сводила с ума слуг. В этот момент, увидев красивую женщину, садовники забыли о работе и тупо уставились на нее. Только когда красивая женщина завернула за угол на второй этаж, слуги постепенно пришли в себя. «Ай, один раз увидев днем, я лишаюсь спокойного сна ночью», – сказал молодой садовник. «Ты прав. Даже моя жена отметила, что я в последнее время какой-то влюбленный», – добавил мужчина среднего возраста. «Вам бы лучше прекратить выдавать желаемое за действительное». «Я видел, как она недавно вошла в алтарь Ваньсин. Думаю, мне не стоит упоминать, что каждый, кто может войти в него, – как минимум духовный император. Мы, духовные ученики и солдаты, с несколькими питомцами цветочного типа не имеем ни малейшего права даже заговорить с ней», – сказал самый старый садовник. Все садовники в шоке уставились на него. Ранг духовного императора действительно бесконечно высок для них. Кстати говоря, в этом городе Ваньсин находится огромное множество экспертов. Если бы не их особые таланты, помогшие устроиться на работу, им было бы трудно жить в этом городе. Комната на втором этаже. Прекрасная женщина-духовный император слегка толкнула дверь, и пред ней предстала странная сцена. Эта комната была очень большой и роскошной, в ней было полно всевозможных бесценных аксессуаров. Многие из них были сделаны из духовных кристаллов. Это было уже не просто украшение, а прямая демонстрация богатства. Однако, все эти предметы роскоши были разбиты. Вся комната была завалена обломками мебели и камней, ничего не уцелело. Духовные кристаллы 10 ранга, радужные элементальные агаты, шары пламенных душ, которые могут моментально дать духовному питомцу энергетический кристалл 4 ранга, и даже множество разных духовных кристаллов императоров. Все они были разбиты в дребезги, и стали бесполезны. Госпожа, прекрасная женщина тут же подошла к молодой девушке, в одиночестве сидевшей у кровати, и испуганно позвала ее. По мнению прекрасной женщины, ничто не могло повлиять на эмоции ее госпожи. Из-за этого женщина никогда не могла понять эту девушку небесной красоты. Однако сегодняшние действия сделали ее похожей на нормальную девушку. Она сломала всех в комнате. Красивая женщина была втайне удивлена, гадая, что могло заставить эту загадочную молодую девушку, обычно обладавшую невероятным самообладанием, испытывать такой гнев. Планы в городе Тиньса потерпели неудачу. Молодая девушка медленно повернулась. Даже после того, как она выпустила свой гнев и немного успокоилась, в ее глазах была видна трудно скрываемая ярость. Неудивительно, красивая женщина кивнула. Девушка холодно ухмыльнулась. Если бы она потерпела неудачу из-за других причин, она бы так не разозлилась. Именно из-за поведения Чуму, из-за его слов она совершенно лишилась самообладания. Отправь в царство Тиньса людей, пусть соберут всю информацию о человеке по имени Чучен и Чуму, сказала девушка. Этот человек вызвал у вас гнев, мне избавиться от него? Испытующе спросила красивая женщина. Нет нужды, просто собери и доставь мне всю информацию о нем, сказала девушка. Она знала, что после этого события Чуму будет держаться в тени. Найти его будет непросто, особенно если его будут защищать люди из Духовного Дворца. Даже если они пошлют людей, это будет трудно. Я выполню это. Кстати, не пора ли вам сменить одежду? Вы от природы прекрасны, но вас ждет встреча с Шуан Сюном, и ваш внешний вид может вызвать у них подозрения, сказала красивая женщина. Да, подожди меня снаружи. Девушка пыталась управиться со своими эмоциями. Однако, вновь вспомнив слова Чуму, и то, как провалились ее шестилетние планы, она прикусила язык и вновь сказала себе. Чуму, я буду ждать тебя в городе Ваньсин. Тогда ты станешь свидетелем истинной силы. Площадь поднебесной новости о возвращении Чучина быстро дошла и разлетелась по толпе от питомцев-информаторов. Хоть никто и не видел воочию, как Чучин получил последнюю награду десятой сферы, никто не сомневался, что он возвращается вместе с ней. Благодаря императору никто не сможет остановить Чучина. Итоговая награда второго класса, итоговая награда первого класса принадлежат Чучину из Духовного дворца. Он, вероятно, первый, кто за последние несколько столетий получил обе награды, верно. Воистину, в сравнении с получением награды десятой сферы, награда девятой – ничто. Там ведь всего-то монарх высокого класса и несколько духовных предметов. А награда десятой сферы – детеныш духовного питомца императора. Поистине немыслимо, чтобы битва за царство закончилась вот так. Старейшины Духовного дворца, наверное, немыслимо счастливы. Они получили еще одного эксперта с безграничным потенциалом, который через пару лет подавит дворец кошмара. Каждый знает, что людей с императорами очень немного. Да и не стоит думать, что у молодого поколения много монархов высшего класса. Многие фракции активно привлекают взрослых экспертов с монархами высшего класса, не говоря уже о молодом поколении. Однако, между монархом и императором существует огромный барьер, преодолеть который многим не суждено. Это объясняется тремя основными причинами. Во-первых, их духовные исследования не могут достичь уровня духовного императора. Во-вторых, детеныши императоров невероятно редки. Стоит одному такому появиться, и к нему тут же начнут отовсюду стекаться духовные императоры, чтобы сразиться за него. И тем из них, у кого не было питомцев императоров, почти невозможно выиграть эти битвы. В-третьих, талант их духовных питомцев имеет предел. Для дрессировщиков просто довести своих питомцев до 10 ранга невероятно сложно. Усилить же до императора еще труднее. Не каждый может усилить своих питомцев, как это делает чуму, затрачивая сотни миллионов. По примерным оценкам, детеныш императора стоит порядка одного триллиона золотых. Спросите себя, с прокормом всех своих питомцев, их тренировками, покупкой духовных предметов и смертью духовных питомцев. Сколько дрессировщиков готовы и могут накопить триллион золотых, чтобы купить детеныша императора? К тому же, главной проблемой становится и возможность купить детеныша за этот триллион, потому что все такие питомцы находятся под исключительным контролем крупных фракций и вряд ли попадут в чужие руки. Что касается того, чтобы поймать дикого императора, это и вовсе не сбыточная мечта. У какого императора не будет собственной территории, за которой будет следить десятки тысяч подчиненных? Даже духовные императоры не рискуют этого делать, не говоря уже о духовных мастерах. Путь усиления также труден. Духовные предметы, которые могут поднять монарха высшего класса до императора больше не продаются на рынке, как это было раньше. Эти предметы зачастую столь же редки, как и детеныши императоров. При наличии такого дефицита духовных питомцев ранга император то, что учучено будет два таких, заставит любого испытать сильную зависть. Конечно, если бы люди знали, что у Чуму есть третий духовный питомец ранга император, маленький голубой затаившийся дракон, кто знает, сколько тех, кто застрял на монархах высокого класса, начали бы плеваться кровью. Находясь в центре внимания, Чуму чувствовал себя великолепно. Внутренний кристалл цветка священного стебля успешно противодействовал яду в Ециньцзы. Единственным недостатком было то, что его симптомы так и не исчезли с лица Ециньцзы. Только когда она сказала, что сможет медленно исправить это, Чуму вздохнул с облегчением. В последующие дни Чуму оставался рядом с Ециньцзы, очень редко не тренируясь, как сумасшедший. Очевидно, отравление Ециньцзы заставило осознать Чуму ее важностью. Из-за того, что яд не исчез с лица Ециньцзы, она стала стараться избегать его, боясь тех моментов, когда он будет видеть это уродство. Награды будут доставлены через несколько дней. Чуму не хотел высокомерно присуждать себе обе награды. Поэтому финальную награду второго класса он решил отдать Еваньшину. В конце концов, Еваньшину была нужна эта награда. Чуму не интересовал монарх высокого класса. Он ждал, когда организаторы отдадут ему детеныша императора. Глава 715. Система императоров. Духи хоть Чуму отдал награду второго класса Еваньшину. Каждый в городе Тинься знал, что Чучин из Духовного Дворца был достойным обладателем обеих наград. Толстокожий Еваньшин и вовсе не чувствовал никакой неловкости. Его целью было наследие учителя. Главное было заполучить его, а на то, что говорят другие, ему было плевать. Он был равнодушен. Конечно, Еваньшин решил, что после того, как он получит наследство своего учителя, он будет усердно тренироваться. Особенно из-за того, что каждый раз, когда он видел Чуму, в его взгляде появлялась ревность. Чтобы не оказаться бесполезным при встрече с Чуму в будущем, он должен был выложиться на полную. Чуму не знал, что Ециньцзе и Еваньшину наследовали от своего учителя. Вероятно, это было какое-то бесценное сокровище. Более того, Еваньшин сам сказал, что, если они смогут получить наследство своего учителя, возможно, через несколько лет Чуму будет им не противник. Это очень удивило Чуму. Еваньшин знал свою истинную силу. Обычно разрыв в силе между людьми только увеличивается. На мгновение Чуму не понял, был ли этот парень бесстыдным или надежным. Обе награды были выданы одновременно, и Десятое царство закончилось на Десятый день. После того, как бой закончился, Чуму и его питомцы получили возможность как следует отдохнуть. После десяти дней активного питания дракон ветряного потопа начала брастать мясом и очень быстро восстанавливаться. Только Моссе, пережившая ряд невероятных битв подряд, пристрастилась ко сну. Время от времени она разминалась, но делала это в маленькой форме. Она очень хотела спать, и большую часть времени лежала на плечах Чуму. Это привело Чуму в замешательство. Почему Моссе стала такой ленивой после эволюции в Императора? Обычно, когда ей нечего было делать, она бегает вокруг. Старый ли, что происходит? Спросил Чуму. Это вполне нормально. Питомцы Императоры очень любят спать. Я же говорил вам, что Императоры восстанавливают свою физическую силу с помощью сна. Они очень сильны, из-за чего должны есть очень много еды. Более того, они не едят ничего обычного. Как минимум духовные ядра для них бесполезны. Сказал Старый ли, духовные ядра бесполезны? Тогда что они едят? Духовные кристаллы? Чуму выжидающий уставился на Старого ли? Духовные ядра всегда были едой духовных питомцев. Почему они бесполезны для Императоров? Если бы Императоры ели только духовные кристаллы, это было бы странно. Духовный кристалл 9 ранга стоит несколько сотен миллионов, а 10 го – несколько миллиардов. У Муси несколько атрибутов, так что это еще более несправедливо, так как духовные кристаллы с тремя атрибутами еще дороже. Неужели вы никогда не замечали, что духовные предметы 10 ранга находятся в пределах ранга монарх? Старый ли стал пощипывать свою редкую бороду. Он выглядел так, словно читал лекцию. Он был прав. Когда все питомцы Чуму были монархами среднего класса, он использовал преимущественно предметы 9 ранга. К тому времени, когда его питомцы достигнут высшего класса монарха, они, вероятно, будут использовать духовные предметы 10 ранга. Кажется, вы поняли. Система 10 рангов применима только к тем, кто ниже статуса Император. Десятый ранг представляет монархов высокого и высшего классов. То же самое относится к технике и ее мощи. Обычно, монархи высокого и высшего классов могут использовать техники 10 ранга мощи. Даже система таинственных миров схожа с этим. Конечно, в мирах 9 и 10 рангах появляются существа, которые были усилены до ранга Император. Сказал Старый ли. Значит, после Императоров есть и другие ранги? Серьезно спросил Чуму. Конечно. Во-первых, поскольку Императоры намного сильнее, чем монархи, духовные предметы 10 ранга едва ли будут полезны для усиления Императоров. Это касается и духовных элементов, которые могут ускорить рост души питомца. Поэтому вам даже думать не стоит о том, чтобы искать нужные предметы на рынке фракций. Поделился Старый ли. Уставившись на Старого ли, Чуму произнес. Если это бесполезно, тогда у меня будет только Мосси. Кеки я забыл. Ваши остальные питомцы находятся на слишком низком классе. Им немного недостает в сильных сторонах. В любом случае, любой духовный предмет в пределах 10 рангов будет не очень полезен Мосси. Конечно, и духовные кристаллы 9-10 рангов едва ли можно назвать пригодной для нее едой. Лицо Чуму быстро омрачнилось. Такие кристаллы стоят сотни миллионов золотых. Мосси от природы любит поесть, и всегда была избалованной. Если для нее такие предметы все равно, что зерна риса, разве это не значит, что Чуму потратит на нее все свое состояние? Тогда чем же я буду кормить Императоров? Спросил Чуму. Есть предметы, которые называются духами. Эти духи, по правде говоря, есть естественная эволюция кристаллов, внутренних кристаллов, духовных ядер и духовных кристаллов, в ходе которой они превращаются в более чистые с точки энергии предметы. Такие кристаллы продаются на рынке, и цена на них схожа с ценой на духовные кристаллы 9 и 10 ранга. Кристаллов духов крайне мало. Я могу с уверенностью сказать, что относительно небольшая страна имеет от силы один источник духов. Более того, количество их духов едва достаточно, чтобы удовлетворять аппетит одного питомца Императора, сказал Старый Ли. Если духов недостаточно, разве они не могут есть духовные кристаллы, продолжил спрашивать Чуму. Они действительно могут насытить их, но этот способ не очень эффективен. У таких кристаллов намного меньше энергии, их можно сравнить с паровыми булочками. Ими можно набить брюхо, вот только энергетической ценности они не несут. Да, иногда кормить духовными кристаллами не проблема, но если делать это постоянно, то сила Императора ослабнет. Более того, питомец будет с возрастом становиться хуже, или не сможет восстанавливаться от тяжелых травм, сказал Старый Ли. Дело не в том, что внутри духовных кристаллов не хватало энергии, просто они непригодны в качестве пищи. Для Императоров действует естественный закон, сильный охотится на слабого. И важнейшая причина для этого – борьба за духи. Духовные Императоры используют духи как валюту для обмена, потому что эти предметы никогда не обесценятся. Нет ни одного Императора, которому не нужно есть, сказал Старый Ли. Но почему все так? Почему для Императоров такие сложности в пище? Удивленно спросил Чуму. Питомцы Императоры в значительной степени являются вершиной пищевой цепи. Даже самым маленьким питомцам в дикой природе не составляет труда утолить свой голод, а тут оказывается, что Императорам приходится беспокоиться о своей еде. Старый Ли покачал головой и вздохнул, прежде чем сказать. Естественный закон духовных питомцев справедлив. И эта проблема – самое яркое тому доказательство. Слабые питомцы могут есть все, чтобы выжить, но с Императорами другой случай. Из-за этого закона большинство питомцев статуса Император вынуждены становиться повелителями определенной территории, или...